Кинжал засверкал кровью, как будто бог смерти начал танцевать. После этого он запрыгнул на бесхозного боевого коня, скрывшись в облаке пыли. Наемники понятия не имели о том, что происходит рядом с ними, как и простодушные агры. Все, что они видели, это гнусный человек, выпрыгивающий из ниоткуда и убивающий их товарищей. Рев яростно взрывев, агр шаман отобрал нескольких элитных воинов аграф и бросился в погоню. Двуглавый огр, который был их командиром, все еще боролся с Зигфридом. Он был высокоронговым воином-человеком, и его не так легко было победить, поэтому он мог только выпустить несколько криков, которые никто не мог понять. Несколько аграф ускорились. Красивая коричневая лошадь промчалась по дороге, а за ней последовали несколько усиленных аграф. Эта странная группа вскоре преодолела большое расстояние. У продолжительности любого силового боффа имелся свой предел. Шаман, начав было отчаиваться, обрадовался, увидев, что человек перед ним остановился. Только один огоршаман, вот досада, Лейлин остановил коня, увидев маленькую команду, которая преследовала его, выглядя очень разочарованным. Тем не менее, простодушных людоедов совсем не заботило то, какое выражение было у Лейлина на лице. На самом деле, если бы не лидерство двуглавого агра, они не знали бы даже, как устанавливать простейшие ловушки. Следовательно, увидев своего врага, все они устремились вперед. Татуировки на теле шамана засияли, превращаясь в бесчисленные маленькие огненные шары. Полет дракона. Лучи заклинания вспыхнули возле Лейлина, и сразу же после этого он изящно взлетел со спины лошади. Эта усовершенствованная версия полета позволяла волшебникам быстро менять направление, а тех, кто имел большой контроль, как Лейлин, она только делала сильнее. Грохот. У боевого коня, пораженного огнем, не было времени даже выпустить жалкий крик, прежде чем он превратился в кучу пепла. Фигура Лейлина, похожая на орла, в это время атаковалась небо. Рев. Лейлин ловко уклонился от нескольких огненных шаров, и кроваво-красный свет замерцал, когда он пронзил горло агра. Подвергшись таким быстрым атакам, разгневанный шаман быстро исчерпал всего из заклинания, став теперь даже слабее, чем обычный огр. Даже если ты можешь использовать магию, ты слишком глуп, чтобы использовать ее с умом. Багровый смерч пронесся мимо, и агры, оставшиеся без защиты, стали главной мишенью для Лейлина в воздухе. После нескольких его атак агры рухнули один за другим. В конце, окровавленный кинжал вонзился в лоб шамана, бип, носитель получил одноразовое усиление от кинжала дьявольской крови, живучесть 0.2, ловкость 0.1, сила 0.2, раздался голоса и чипа. Агры имели сильные мускулы и плоть, сопоставимые с воинами среднего ранга. Их было нелегко найти в таких больших количествах. Однако состояние духа Лейлина оставалось неизменным, что очень огорчало его. Достигнув порога в 10 очков, кинжал дьявольской крови становился намного менее эффективным. Если бы не этот факт, то некогда суверенный король чревоугодия, Вильзевул, мог бы использовать один лишь кинжал дьявольской крови, чтобы создать страшную армию, которая становилась бы сильнее с каждым сражением. Он мог бы захватить весь главный материальный уровень, так как я рассекретил свое местоположение. Лейлин подумал об этом, а позади него появилась пыль. Пыль исчезновения. Заклинания невидимости. Как только заклинания были произнесены, его тело стало прозрачным и медленно растворилось в воздухе. Как волшебник, Лейлин, естественно, рассматривал вариант использования заклинания полета для преодоления этого региона, но быстро отказался от этой мысли. Область, охваченная Аграми, была огромной, и он не мог определить местоположение Вильзевула. К тому же, существовало множество ограничений, когда дело доходило до заклинаний полета. Если бы место, куда он приземлился, совпало с местом расположения Вильзевула, или, если бы он привлек внимание Агров и подвергся магическим или арбалетным атакам. Лейлин не хотел брать на себя такие последствия. Прямо сейчас он не мог победить двуглавого Агра, командующего, а тем более, выстоять под совместной атакой большого количества огромных Агров. Однако, теперь, получив общее понимание расположения Агров, и уловив момент, когда их внимание сосредоточено на торговых организациях и наемниках, Лейлин был уверен, что ему удастся скрыться. В конце концов, возможность увидеть столько Агров была редкостью. Лейлин также хотел повысить свои показатели до 10 очков. С помощью заклинания невидимости Лейлин успешно вернулся на поле битвы, и обычные Агры не смогли его обнаружить. Если шаман не пробудил обнаруживающие заклинания и вовремя его не использовал, он был в безопасности. Битва уже подходила к концу. Тела множества наемников были разбросаны повсюду, превратившись в пищу Агров. Только в центре поля боя по-прежнему были слышны звуки сражения. Извиняюсь за то, что волшебник, сопровождающий Зигфрида, вдруг превратился в волшебницу Лену. Я, правда, понятия не имела о том, что это девушка, потому что пол ранее не упоминался, как и ее имя, и уж тем более, тот факт, что у них были какие-то романтические отношения. Глава 865. Еще одна встреча в центре поля боя находились высокопоставленный воин Зигфрид и двуглавый Огр, командующий. Тело Зигфрида было покрыто кровью, и его боевой конь давно исчез. На его бедре зияла огромная рана, и он опирался на серебряно-белый длинный меч, как на костыль, чтобы оставаться в вертикальном положении. Двуглавый Огр напротив него казался лишь немного потрепанным, но не имел серьезных повреждений. По его вздымающейся груди было очевидно, что он исчерпал большую часть своей энергии и, возможно, даже получил внутренние травмы. Несколько шаманов поблизости уже окружили их. Очевидно, победитель уже был определен. Если ему не придут на помощь, или если он не вытащит какой-нибудь мощный волшебный свиток, конец этого воина будет очень жалким. Хав, хав значит, я, наконец, умру. Все перед Зигфридом было размытым. Наблюдая за приближающимся двуглавым Агром, его конечности стали свинцовыми, без намека на силу. Лена, я иду к тебе. Различные сцены из его жизни стали возникать в голове Зигфрида. Наконец, остановившись на моменте, когда волшебница в черном нежно ему улыбнулась. Затем он стал бездумно наблюдать за ударом большого молота, целью которого, очевидно, была его голова. Если бы никто не вмешался, его голова разлетелась бы на куски, как тыква. Тем не менее, леди удача, похоже, благоволила ему в этот момент. Огромный молот остановился в воздухе, а лицо двуглавого Агра исказило ярости шок. Его грудь пронзил багровый кинжал. Что происходит? На лице Зигфрида мелькнуло сомнение, и его тело начало невольно подниматься. Молодой человек с драконическим выражением схватил его за руку и быстро взмыл в небо, а ветер, ударивший Зигфрида по лицу, был настолько сильным, что он почувствовал боль. За его спиной разгневанно вопили Агры, а мимо пронеслось несколько бесполезных огненных шаров и молниеносных стрел. Удержание человека, а также полет дракона. Неужели меня спас пролетавший мимо волшебник? Зигфрид вдруг почувствовал надежду на спасение. В этот момент волшебник совершил красивый поворот в воздухе, уклонившись от атак шаманов с земли. Он указал правой рукой вниз, и жуткие черные карразийные облака опустились под них и заблокировали их от взглядов множество агров. Смертоносное облако. Лейлин, которому теперь ни о чем было беспокоиться, взмахнул крыльями и унес Зигфрида с поля боя. Чувствуя головокружение, Зигфрид рухнул на землю, начав жадно вдыхать запах почвы и свежей травы. Только в этот момент он смог разглядеть волшебника, который спас ему жизнь. Он очень молод, но его магические способности во много раз превосходят Лену. Зигфрид почтительно опустил голову. Он знал, что существует множество заклинаний, способных сохранить молодость. Волшебник, выглядящий молодым, вполне мог оказаться старикашкой с перепадами настроения. Но он выглядит довольно знакомым. Подождите-ка. Зигфрид изо всех сил пытался встать. Ты боец, который сопровождал эту девушку рыцаря высокого ранга. Лей, ты меня помнишь, как бы то ни было, спасибо, что спас меня. Зигфрид искренне поблагодарил его, не став задавать вопросы, касающиеся Лейлина. Не беспокойся об этом. Я просто не мог позволить такому пропасть даром. Не мог позволить пропасть даром. В этот момент Зигфрид почувствовал небывалое чувство опасности, но, будучи тяжело раненым, он не мог сопротивляться. Все, что он видел в момент своей смерти, кроваво-красный кинжал, пронзающий его горло. Если он собирался убить меня, зачем он меня спас? Зигфрид закрыл глаза, а Лейлин почувствовал огромную силу, полученную от кинжала дьявольской крови. Двуглавый Огр, командующий и высокоронговый воин вдобавок к этому, это заставило его почувствовать себя немного переполненным. В этот момент в голове Лейлина всплыла подсказка от Ли. Чипа. Бип. Носитель получил двукратное улучшение от кинжала дьявольской крови. Сила 2.5, ловкость 1, живучесть 2.65, дух 0.001. Горячий поток потек из кинжала ко всем частям его тела, жадно поглощаясь каждой его клеточкой. Лейлин поднял правую руку, а его тонкая ладонь теперь содержала в себе неудержимую силу. Я уже близок к тому, чтобы все мои атрибуты достигли точки в 10 очков, чтобы сделать первый важнейший шаг в совершенствовании моих генов, пробормотал Лейлин, глядя на свою статистику. Изменения уже были налицо. Лейлин Фаулин. Возраст. 16. Раса. Человек. Волшебник. 10. Горанга. Сила. 8. Ловкость. 7. 6. Живучесть. 9. 2. Дух. 10. Статус. Здоров. Навыки. Крепок. Эрудирован. Слоты заклинаний. 4. Гуранга. 3. 3. Гуранга. 5. 2. Гуранга. 7. 1. Гуранга. 0. Гуранга. Живучесть уже очень близка к узкому месту. Кроме того, более сильное тело лучше подходит для моей духовной силы. Обычные волшебники обычно имели мощную духовную силу, но слабые тела. Лейлин, однако, был совершенно другим. Наряду с мощной духовной силой он обладал ужасающей живучестью и физической силой, сравнимой со святыми воинами. Все будет совершенствоваться только тогда, когда моя жизненная сила будет соответствовать моему духу. Сила и ловкость также важны. Это и есть законы, управляющие миром богов. Лейлин вздохнул, принявшись обыскивать тело высокорангового рыцаря. Как боец высокого ранга и капитан большой группы наемников, пепельных соколов, он должен был носить с собой много хороших вещей. Лейлин даже не допускал такого шанса, что ничего у него не найдет, но, в конце концов, остался разочарован. У него нет ничего, кроме магических доспехов и оружия, нет даже мешка накоплений. Означает ли это, что все наемники бедны, включая даже первоклассных капитанов? Лейлину удалось найти на трупе Зигфрида несколько магических артефактов и мешочек монет. Внутри были десятки золотых крон, а также несколько карт из церкви богатства, которые в общей сложности хранили в себе около 10 тысяч крон. Жаль, что эти карты были привязаны к пользователю и должны были пройти аутентификацию перед использованием. После его смерти никто не мог обналичить эти деньги, если только Лейлин не смог бы обойти методы проверки божественной силы, а также разобраться с гневом богини богатства. Когда дело доходило до тех, кто пытался ее обокрасть, богиня богатства, вероятно, была еще более сумасшедшей, чем разъяренный динозавр. Для обычных бандитов такая прибыль была достаточно большим богатством, чтобы шиковать пол жизни, хотя хрустальные карты и не могли быть конвертированы. Однако Лейлина это мало заботило. Что-то не так, чтобы содержать мощного волшебника и такую большую группу наемников, как пепельные соколы, у него должно было быть гораздо больше богатства. Могли ли у него быть тайники? В таком случае, Лейлин быстро снял с Зигфрида одежду и проверил все, дюйм за дюймом. Наконец он что-то нашел. На участке возле груди на рубашке был кусочек ткани, несколько отличающийся по текстуре от остальной ткани. Если не присматриваться, его невозможно было заметить. Такой метод сокрытия сразу вызвал у Лейлина интерес. Он быстро отрезал этот участок материала и начал разгадывать эту загадку. Максимум, на что способны наемники, использовать зелья невидимости с помощью моделирующих испытаний и чипа. Их легко можно было бы найти, но, если ему помогал волшебник, мне может потребоваться использование магии. Такая сложная работа по расшифровке явно не была для Лейлина большой проблемой. Достаточно скоро, пропитав ткань рубашки раствором, она окрасилась в светло-желтый цвет. Выявление. Оценка. Появились последовательные лучи заклинаний, и на пергаменте стали проявляться светло-красные линии, формируя карту. Карта сокровищ. Интересно. Лейлин запомнил эту карту в одно мгновение. Увидев название региона в углу, он слегка ухмыльнулся. Значит, это в столице Домбрат? Мне придется заглянуть туда. Наспех заметя следы, Лейлин покинул этот район. Я позаботился о двуглавом агре, и теперь, оставшись без лидера, среди аграф, вероятно, начнутся беспорядки. Будет даже борьба за власть на новую должность командира. У них, вероятно, не останется энергии, чтобы преследовать меня. Торговая группа продвинулась на довольно большое расстояние, и я быстро смогу добраться до замка Глумвуд. Это важный блокпост королевства. После этого я достигну центральных равнин, где мне уже не будут угрожать агры. Лейлин сориентировался и поспешил в замок Глумвуд. Эх, я должен был остановить лошадь. Мне придется добираться туда своим ходом. Надеюсь, я найду какую-нибудь брошенную лошадку. Даже если она будет измождена, я все равно возьму ее, пробормотал Лейлин. Но его выражение вдруг резко изменилось, что, черт возьми, я действительно слышу лошадь. Он выглядел восторженным, когда резко повернул направо. В паре сотен метров впереди виднелась черная точка, которая постепенно становилась все больше, и можно было расслышать звуки лошади, скачущей рысью. После этого в поле зрения Лейлина попала фигура, сидящая на спине этой лошади. Однако после того, как он подошел ближе, улыбка Лейлина стала шире. Эй, мы снова встретились. Лейлин взял на себя инициативу, приблизившись и поприветствовав его, в то время как наездник выглядел так, будто увидел привидение. Черт возьми, нет, я имею в виду. Лей, почему ты здесь? Перед Лейлином был тот самый лучник, который украл боевого коня Рафинии в суматохе. Что касается его имени, Лейлин никогда его не знал. Он действительно осмелился вырваться из осады, убежав в противоположном направлении, и смог спастись. Его удачу и мужество не следовало недооценивать. Однако сейчас он, похоже, был не в лучшем своем состоянии. Мало того, что у него были травмы, так еще и его большой деревянный лук, который всегда был с ним, исчез. Глава 866 Случайное стечение обстоятельств. Мне все равно, о чем ты сейчас думаешь. Отдай мне коня. Лейлин с издевкой наблюдал за ним. Он хихи. Я лишь позаимствовал его у Рафинии. Я собирался. Лучник натянута улыбнулся, но уже через секунду выражение его лица внезапно изменилось. Смотри. Не дожидаясь, когда Лейлин повернется, он поднял лук и выстрелил тремя стрелами прямо в лицо Лейлина. Пошла. Закончив стрелять, лучник даже не взглянул на Лейлина. Вместо этого он ударил лошадь, на которой сидел, намереваясь уйти как можно скорее. Он мог с уверенностью сказать, что Лейлин вообще не пострадал и был в гораздо лучшем состоянии, чем он. Тот факт, что он был в состоянии вырваться из окружения Аграф целым и невредимым, означал, что он был ему неровней. Сражаться с ним сейчас было бы для него самоубийством. Поэтому лучник, недолго думая, решил бежать. Отличное решение. Жаль только, что это бессмысленно. Магический снаряд вылетел из рук Лейлина. Со странной траекторией он отбил летящие стрелы и, не теряя силы, ударил лучника в спину. Пак. Лучник внезапно слетел с лошади, а на его спине появилась ужасающая впалая рана. Ты ты волшебник. Лучник изо всех сил боролся с полными тоски глазами, отчаянно цепляясь за воздух пальцами, как куриными когтями. Его дико трясло, будто он бился в предсмертных конвульсиях. Через несколько секунд он перестал двигаться. Потеряв своего нового хозяина, Ник перестал скакать. Боевой конь заржал, начав неторопливо жевать траву неподалеку. Теперь я твой хозяин, Лейлин двинулся вперед и без колебаний схватил поводья Ника, заявляя о том, что он теперь, его собственность. Ник не возражал против его действий, как и ожидалось от боевого коня, лишенного всякой принципиальности. Или, может быть, у него было одностороннее мышление и не было способности понять что-то столь глубокое. Когда Лейлин обхватил лошадь ногами, она сразу же превратилась в полосу молнии, помчавшись вперед по полю. Как рыцарская лошадь, она была явно более энергичной, чем другие лошади, и Лейлин нашел это восхитительным. Предыдущий бой только закончился, и случалось, что он встречал несчастных людей, или, возможно, везунчиков, которым удалось уйти от преследования агров. Лейлин решил не обращать внимания на их крики о помощи. Даже если эти купцы продемонстрировали бы ему свои сверкающие золотые кроны, они ничего не значили для Лейлина. В конце концов, богатства всех этих мелких торговцев даже может быть недостаточно, чтобы оплатить ту сумму, которую он тратил на один эксперимент. С чего бы ему беспокоиться о них? Однако, когда он пересек небольшой лес, произошло что-то неожиданное. Ник, который все это время был послушным, внезапно обезумел и бросился в кусты. Почему он так себя ведет? Только не говорите мне. Хотя он мог и насильно сдерживать лошадь, Лейлин лишь немного потянул за поводья, а затем сдался. По его мнению, в этом не было никакого вреда, если это было для него несложно, ведь он мог сохранить свое лицо, не прилагая больших усилий. Он понятия не имел, насколько эффективной окажется его помощь. Пробравшись через густые заросли ежевики вслед за лошадью, он стал свидетелем ужасной сцены. Карета, которая потеряла свою лошадь, лежала в стороне, где Гера и ее сестра обнимали друг друга и дрожали. Их окружило множество ужасных агров, чьи глаза были полны нескрываемой жажды. Рафиния обеими руками сжимала свой меч, а все ее доспехи были изрешечены. На них были следы земли и крови, и было ясно, что она пережила бесчисленные горькие сражения. На бедре девушки рыцаря зияла глубокая рана, сквозь которую даже можно было увидеть кости. Это заставило девушку стиснуть зубы, а в уголках ее глаз появились слезы. Несмотря на все это, ее лицо все еще было полно решимости. Без ее защиты Гера и ее сестра давно бы уже пошли на корм людоедам. Пораскинув мозгами, Лилин получил общее представление о том, что произошло. После того, как они отделились от потока людей, они испуганно метались по округе. С помощью Рафинии им удалось разобраться со многими врагами, и они, наконец, прибыли сюда. Однако, если они выбрали это направление намеренно, а не случайно, то Гера умнее, чем я предполагал. Три Агра, которые напали на них, были обычными воинами, и среди них не было шаманов. Они могли быть огромной угрозой для тяжело раненной Рафинии, но для Лилина они не были ничем. Эй, прекрасные дамы, доброе утро. Лилин вышел вперед, ведя себя как нежданный гость, неторопливо и непринужденно приветствуя всех, будто он случайно встретил их во время своей дневной прогулки. Ник Рафиния увидела своего черного боевого коня, и ее глаза сверкнули. И Лилий, проклятый вор. Если бы ты не украл моего друга, я бы. Лилин был абсолютно невосприимчив к словам этой девушки. Услышав ее очередные обвинения, он просто закатил глаза, автоматически разозлив ее. Эрррр, увидев появление Лилина, несколько глупых агров, не думая, бросились вперед. Я только выбросил свой длинный меч. Как жаль, Лилин похлопал своего коня, и Ник прыгнул так, как никогда раньше. Он перепрыгнул через голову людоеда и остановился перед Рафинией. Дай мне этот меч. Сначала Рафиния хотела отказаться, но почему-то испытала чувство ужаса, взглянув на спокойное лицо Лилина. Она послушно передала ему меч. Странно почему я, однако, прежде чем она успела обдумать это, ее маленький рот раскрылся от изумления. Неплохо. Лилин потряс рыцарским мечом в руках. Поскольку она была рыцарем высокого ранга, все снаряжение Рафинии было высококлассным. Будь то ее лошадь или меч, они были намного лучше, чем то, что было у него. Из рук Лилина вырвалось яркое сияние ци. Боевая техника. Усиление ци. Боевая техника. Заряд. Боевая техника. Перекрестный удар. Фигура Лилина мгновенно превратилась в полосу черного цвета, а длинный меч окутала сияние ци, когда он начал свое наступление на трех диких существ. Впереди мелькнули скрещенные световые лучи, и три злобные головы мгновенно отлетели. Даже после того, как трупы гигантских агров рухнули на землю, Рафиния, казалось, все еще не верила в происходящее. Помимо возможности активировать ци, он обладает передовыми боевыми техниками, и его опытные приемы даже лучше, чем у моих учителей. Рафиния выглядела рассеянной, не в состоянии даже поймать свой длинный меч, когда Лилин бросил ей его обратно. Боевые техники, которые Лилин только что показал, ни в чем не уступали самому могущественному человеку, которого она когда-либо видела, а это был высокоронговый паладин. Спасибо, в этот момент Гера обняла сестру, и они встали, глядя на Лилина глазами, полными благодарности. Если бы не Рафиния и Лилин, она и ее сестра давно стали бы кормом для агров. У них не было бы возможности даже на побег. Что касается внезапного исчезновения Лилина, эта дама разумно решила не спрашивать об этом. Сейчас было очень опасно, и в ситуации, когда Рафиния была тяжело ранена, они просто нуждались в защите Лилина. Лилину даже не нужно было ничего делать, если он имел злые намерения. Он мог просто бросить этих трех девушек, и у них начались бы серьезные проблемы. Она сразу же сказала, спасибо, мистер Ли, я увеличу ваши вознаграждения, как только мы доберемся до города, и я уверена, что оно вас удовлетворит. Она специально занизила свой статус, говоря это, и Лилин мог только мысленно кивнуть такому ее поведению. Подождите. Если вы собираетесь поговорить о повышении вознаграждения, то не забудьте и бедного старого Пыма. В этот момент карета сбоку полностью развалилась, и из нее, как мячик, выкатился карлик со сломанной ногой. Когда нас окружили, все кругом было совершенно хаотично. К счастью, нас защищала Рафиния, и вскоре мы встретили мистера Пыма. Гера энергично улыбнулась, вводя Лилина в курс дела. Он просто повел плечами, потеряв дар речи от того, насколько везучим был этот дворф. Или, может быть, он действительно был благословлен богиней удачи. Лилин и остальная группа отправились в путь сразу после небольшого отдыха и переформирования. В конце концов, это все еще была опасная зона. Однако их карета теперь была бесполезной. Лилину не оставалось ничего другого, кроме как переделать обломки кареты в тележку, куда смогли втиснуться Гера, ее сестренка и Рафиния. Им также пришлось найти место для дворфа Пыма. Боевой конь Ник был, к сожалению, понижен до изношенной старой лошади, и ему пришлось прилагать все свои силы, чтобы медленно тянуть вперед эту тележку. Ты этого не видел, но на старого Пыма набросились три агра. Каждый из их ртов был таким же большим, как моя голова с удовольствием хвастался старой Пым. Сидя в тележке, Рафиния протиснулась вперед, взглянув на Лилина. Когда ты вернешь мне Ника, плати выкуп. Не забывай, что этого боевого коня я получил, победив лучника. Это место охраняется законами королевства. Если хочешь лошадь, ищи лучника. Лилин говорил очень серьезно, сидя верхом на Нике. Это было похоже на мысли бандита. Черт возьми, труп этого лучника, наверное, давно уже переваривается в желудке аграф. Мысленно выругалась Рафиния, иногда бормоча слово вор. В конце концов, она неохотно бросила в Лилина свою золотую карточку. Это все мои сбережения. У меня больше ничего нет. Неплохо взглянув на цифры, Лилин удовлетворенно присвистнул, по рукам. Он твой. Только в этот момент Рафиния угрюмо осознала, что не может ехать на Нике из-за травм. Ничего не изменилось. Глава 867. Замок Глумвуд. Спасибо, Ли. Спустя некоторое время раздался голос Рафинии. Девушка-рыцарь не была дурой. Она знала, что, если бы не Лилин, они давно уже умерли бы от рук аграф и сгинули у них в животах. Очевидно, ей не хотелось такой смерти, и одна лишь мысль об этом бросала ее в дрожь. Все эти книги про авантюристов были ложью. Нет никаких романтических героев и прекрасных принцесс. Скорее, кругом одни воры и бандиты, а также игры, которые едят людей живьем. Итак, теперь, когда все твои фантазии рухнули, ты все равно продолжишь свои приключения. Спросил Лилин с любопытством. Конечно, это мой путь как рыцаря. Голос девушки был полон решимости. Пока я могу это выдержать, я буду бороться со злом. Благодаря моей работе, мир вновь обретет свою красоту. И Лилин безмолвно закатил глаза. Эта слабоумная девчонка, казалось, не показывала никаких признаков возвращения к реальности. Что у тебя с лицом? Ничего, я просто подумал, что ты очень подходишь для того, чтобы стать паладином бога правосудия. Серьезно. К счастью, богиня удачи, наконец, проявила к ним милосердие, позволив их маленькой группе покинуть регион, кишащий аграми. Если бы этого не произошло, то, когда Лилина окружили бы агры, он, вероятно, просто бросил бы всех и сбежал. Кроме него, все, включая боевого коня, Ника, стали бы лакомством для агров. Все ли они сбиты с толку из-за смерти командира? По пути он столкнулся с несколькими разрозненными членами торговых групп, и даже с несколькими ворами и тому подобным. Жаль, но даже Рафиния научилась закалять свою решительность. Высокоранговая девушка, рыцарь, восстановив часть своей силы, не нуждалась в большой энергии, чтобы позаботиться об этих людях. Все это продолжалось до того дня, когда перед Лилином появился небольшой город, окруженный черными стенами. Мы прибыли, это замок Глумвуд. Пройдя через это место, мы доберемся до центральных равнин королевства Домбрат, территории, которой управляют люди. Непосредственно подчиняющиеся королю. Увидев этот город, Рафиния вскрикнула от радости. Гера и Елани улыбнулись, будто груз упал с их плеч. Они прошли только половину пути своего длинного путешествия, но испытанного ими истощения и ужаса было более чем достаточно, чтобы оставить их в страхе. Стойте, остановите повозку для досмотра. Увидев у городских ворот группу странно одетых путешественников, стражники немедленно остановили их. Ау, эти солдаты кажутся довольно сильными. И они профессионалы, которые уже повидали кровь. Лилен наблюдал за тем, как Гера выходит вперед, чтобы договориться с ними, и его брови слегка нахмурились. С его опытом он, очевидно, мог понять, что эти стражники были сильнее обычных. Они даже могли быть людьми, отвечающими за группы профессионалов. Он чувствовал, как десятки элитных лучников, прячущихся в тени, направляют на них свое оружие, заставляя его держаться на страже. Чтобы даже дать мне чувство опасности, эти лучники должны иметь такое снаряжение, как заколдованные стрелы. Дорогое удовольствие. Лилен незаметно метнул взгляд на верхнюю часть городской стены, а затем продолжил беззаботно смотреть на Геру и остальных. Проверив доказательства того, что они были наемниками и дворянами, солдат среднего ранга, который, казалось, был лидером, направился к ним. В последнее время в замке Глумвуд произошли ужасные события. Не задерживайтесь, если у вас нет здесь дел. Спасибо за добрые намерения. Офицер это из-за агров. В глазах Геры появился намек на любопытство. Агры. Им далеко до настоящих дьяволов солдат среднего ранга усмехнулся, но не стал уточнять. Только когда уже прошел мимо Лилена и остальных наемников, он предупредил их, не создавайте нам проблем, иначе. Его угроза тут же возмутила Рафинию. Лилен и Старый Пым. С другой стороны, ранее уже сталкивались с такими ситуациями. Они пожали плечами в ответ, хотя было неясно, действительно ли они прислушаются к этому совету, или нет. Хаймыф. Лидер не стал ссориться из-за этого с герой, которая выглядела разочарованный. Он махнул рукой. Идите. Сила этого легиона не уступает племенам агров. Лилен повесил голову, а его глаза замерцали в раздумьях. Похоже, власть королевства и солдаты – настоящие козыри человеческой расы в мире богов. Всем этим низших группам наемников просто не сравнится с ними. Лилен, наконец, смог увидеть ауру солдат, у которых было столько же острых мечей, сколько деревьев в лесу, и столько же копий, сколько шипов в кусту. У них даже могла иметься поддержка волшебников и священников. У этого офицера среднего ранга была аура, очень похожая на воина высокого ранга, и он, очевидно, прошел через множество сражений. Большинство наемников не могли сравниться с теми, кто прошел через множество битв и повидал кровь. Судя по его словам, здесь определенно что-то произошло. Пустынные улицы и жесткая охрана в городе заставили Лилена нахмуриться. Мы планируем отдохнуть здесь какое-то время. Нам также придется купить карету и нанять еще нескольких наемников, сказала Гера. Когда они нашли таверну, выглядя очень усталой, им-им-им, нам нужна новая карета, Рафиния, очевидно, одобряла этот план. Они, наконец, пусть и с большим трудом, но добрались до человеческого города, и ей не терпелось отдохнуть. Для благородной дамы не было ничего ужаснее, чем грязь. Жаль, что в пути в ней не было недостатка, особенно это касается наемников. То, что эта бедная девушка до сих пор не сошла с ума, показывало решимость, которую ей привили, обучая рыцарству. Пэм воспринял это хорошо. Ему уже хотелось поскорее обменять уши у Агрона вознаграждения, а также купить новую порцию рома. Хорошо, встретимся здесь через три дня. Лилен беспечно кивнул. Сейчас его больше интересовали события, произошедшие в замке Глумвуд. Подожди, Лей. Твой друг нуждается в твоей помощи. Майраны нуждаются в исцелении от священника. Когда пришло время расставаться, старый Пэм крепко схватил Лилена за плечо, взглянув на него глазами, сверкающими от слез. Видя его состояние, Лилен не нашел другого выхода, кроме как забросить старого Пэма со сломанной ногой себя на плечо. В любом случае, карлик поклонялся богу воинов, а его церковь располагалась не слишком далеко от гильдии наемников. Божественное заклинание – исцеление незначительных ран. Святой свет палился из рук священника в церкви воинов, и рана на бедре Пэма быстро зажила. На ее месте появился новый слой нежной плоти. С вас пять крон. Священник выглядел благочестивым, но все же загибал цены. Большинство церквей существовали только благодаря деньгам, получаемых за исцеление ран своих последователей. Богам нужны были деньги, чтобы строить свои экстравагантные церкви. Что еще более важно, им нужно было заманивать верующих более щедрыми условиями, чем у других. Старый Пэм, который обычно был ужасно скупым, радостно заплатил священнику, не задумываясь. Только после того, как они покинули церковь, на его лице появилось сожаление. Если бы наш заказчик не пожелал уехать в ближайшие несколько дней, Старый Пэм скорее нашел бы лекаря или волшебника. Черт возьми, пять крон. Сколько бутылокрома я мог купить? О, могучий бог, Старый Пэм сказал это не нарочно. Старый Пэм продолжал бормотать. Нет, это должно быть включено в плату, которую мы получим от нашего заказчика. Ты ведь поддержишь меня, правда ли? Лейлин притворился, что ничего не слышит, шагая ко входу в гильдию наемников вместе с Дворфом. Старый Пэм нетерпеливо обменял уши Агра, чтобы компенсировать свои потери, а Лейлин отправился в зал миссий. Этот зал был намного меньше, чем в городе Иман. В нем сидело несколько наемников, и им, судя по всему, не хватало ни качества, ни количества. Эта странная атмосфера разъяснялась после того, как Лейлин взглянул на список миссий на доске объявлений. Миссия высокого класса. Отследить следы последователей дьявола. Эта миссия чрезвычайно опасна. Пожалуйста, тщательно все обдумайте, прежде чем выбирать ее. Миссия высокого класса. Исследовать ритуал бога зла в доме лорда Вагда. Миссия высокого класса. Расследовать причину смерти барона Фейлина. Многочисленные миссии высокого класса висели в ряд, выглядя изумительно. Жаль только, что лишь немногие наемники осмеливались взять их на себя. Интересно. Дьявол. Улыбка внезапно появилась на губах Лейлина. Когда он вспомнил необычную мобилизацию войск, а также обеспокоенный взгляд на лице офицера среднего ранга, все встало на свои места. Замок Глумвуд находился в таком странном состоянии из-за деятельности последователей дьявола. Эти миссии высокой сложности, как правило, оставляли в церкви и национальные войска. Неудивительно, что наемников это не интересовало. Однако отсутствие у них интереса не означало, что его не будет и у Лейлина. Ему всегда было любопытно все, что связано с адом и дьяволами в этом мире. Воспоминания Вильзевула гарантировали ему полную информированность об этом вопросе, но теория и реальность – две разные вещи. Основываясь на его воспоминаниях, здесь есть девять уровней ада. У каждого из них есть свои правители, а также несколько общих регионов. Быть в состоянии преодолеть ограничения измерения и достичь главного материального уровня, чтобы распространить свою веру – это то, что под силу только правителю с таким же рангом, как он. Сам могущественный суверенный король чревоугодия, Вильзевул был также силен, как маг, постигший законы. По крайней мере, он был сильнее меньших богов. Неудивительно, что следы дьяволов привели город в состояние повышенной боевой готовности. Сцена, которую семя души проецировало вначале, снова появилась перед его глазами. Интересно, как сейчас поживает этот маленький парень, Тиф. Он получил силу семени души из моего основного тела. Если ему удастся приспособиться к ней, он должен быть довольно сильным. Глава 868 Один за другим Когда их души впервые боролись за контроль над телом, Лилен сумел помочь Тифу, наделив его огромной силой. Предполагалось, что это будет эксперимент. Выживший Тиф не только оказал бы ему огромную помощь, но и дал бы ему кое-какие полезные результаты. Разве он мог не оставить себе фишку против сил, которые он изначально ему даровал? Кроме того, никто не мог сравниться с древними магами в том, что касается контроля над силой души. Моя сила души изначально не была приспособлена к законам мира богов и постоянно уменьшалась. Но Тиф был уроженцем этого мира. Следовательно, все еще существует вероятность того, что он мог подкрепляться, поглощая силы, которые я ему оставил. Исходя из этого, его статистика в глазах Лилена мелькнул огонек. Было вполне логично, что сила души из других миров не могла выжить в мире богов. Но сила, которую Лилен оставил Тифу, была как семя, и смогла полностью изменить его. Кроме того, независимо от того, как далеко продвинется Тиф в будущем, он не сможет противостоять влиянию Лилена на него. Если Лилен использовал бы его правильно, Тиф стал бы для него очень выгодной пешкой. Тогда я был за морем, и материк меня особо не волновал, поэтому я не интересовался Тифом, но сейчас совсем другое дело. Время пришло, решил Лилен. Приветствую вас, наемник медного ранга, сэр. Я могу вам помочь? Горничная за прилавком спросила его профессиональным, но механическим тоном, после того, как взглянула на удостоверение, которое предъявил ей Лилен. Это все, что она могла сделать для наемника медного ранга. Покажите мне детали трех лучших миссий. Лилен не беспокоился об этом. Миссии на тех последователей дьявола? Девушка подняла голову и с насмешкой посмотрела на Лилена. Высшие миссии могут быть приняты только наемниками золотого ранга и выше, поэтому, пожалуйста, займитесь повышением своего уровня. Я не собираюсь их принимать, я просто хочу взглянуть на отчет. Насколько я знаю, все наемники имеют право делать это, не так ли? Лилен нахмурился. Это это так неохотно, ответила горничная. Вероятно, она впервые встретила такого человека, но детали миссии бесплатны только для наемников выше серебряного ранга. Вам нужно заплатить 10 медиков. Это совсем не проблема. Под ее презрительным взглядом Лилен бросил на стол 10 монет и выхватил из ее рук бумаги, направившись к стулу в углу, чтобы взглянуть на них. Возможность получить информацию за такую цену была для него очень выгодной. Но, прочитав первые несколько предложений, Лилен помрачнел. Удивление, недоумение и всевозможные другие эмоции промелькнули на его лице, прежде чем остановиться на зловещей улыбке. Старый друг. Он опустил взгляд на одно из предложений. Труп жертвы был сильно изуродован, а некоторые части тела пропали. Когда тела барона было найдено, он стоял к оленях, истекая кровью. Его язык был вырван и засунут ему в горло. Солдаты начали внезапные атаки на несколько опасных мест, но это ничего не принесло. Воры нашли под полом пентаграммы, используемые для общения с другими измерениями, и определили, что это координаты девятого уровня ада. Это священная эмблема с изображением изогнутого клыка. Только последователи Вильзевула могли совершить такое убийство. Лилен улыбнулся, закончив читать. Если бы ему пришлось выбирать дьявола, он определенно выбрал бы того, кого ранее обманул. Этот парень все еще должен спать. Область ада, которую он оккупировал, скоро будет атакована. Кроме того, он не может получать молитвы и снабжать своих последователей заклинаниями, поэтому вскоре их вера может встать под сомнение, глаза Лилена сверкнули. Он нашел прекрасную добычу. Если собрать воедино все эти отчеты, то это прелюдия к большой кровавой церемонии жертвоприношения, цель которой состоит в том, что Вильзевул богатый опыт Лилена вместе с воспоминаниями Вильзевула позволили ему сложить картину воедино в течение нескольких секунд. Боюсь, это последняя надежда его почитателей, учитывая, что он не выходил с ними на связь уже очень давно, выражение Лилена не выглядело слишком радостно. Огромные кровавые церемонии жертвоприношения затронут весь город, а число погибших превысит тысячи. Но, конечно, все это будет бесполезно. Независимо от того, скольких людей они принесут в жертву, Вильзевул не придет в сознание. Вместо этого они вызовут враждебность со стороны богов. Самое главное, они втянут Лилена в весь этот беспорядок. Ну, я думаю, я с радостью приму последователей Вильзевула. Эта пустая церковь потеряла защиту своего бога, а также была совместима с законом пожирания, который он постиг. Для Лилена эта пустая оболочка была большим подарком. Хотя большинство его последователей были самыми жестокими отбросами общества или даже диковинными и демоническими существами, их огромного количества было достаточно, чтобы заставить Лилена ревновать. Он должен был накопить все это сам, чтобы в будущем стать богом. Что касается Вильзевула, он давно не интересовал Лилена. Он благополучно извлек из него выгоду и продолжил свой путь. Как только он убедился, что поблизости никого нет, аура Лилена превратилась в ауру бога. Мой последователь, Тиф. Он сделал торжественный вызов, после чего странная энергия рассеялась. Спустя несколько мгновений Лилен открыл глаза, со странным выражением на лице. Он находится совсем недалеко от королевства Домбрат. Темная тень двигалась через широкие равнины на огромной скорости. Она внезапно остановилась, показав бледное, старческое лицо. Он выглядел эмоциональным и даже закричал. Он сразу же опустился на колени, сумев выдавить следующие слова. Мой великий лорд, Кукулькан, вы, наконец, меня услышали? Этот человек очень похож на Тифа, но он больше не был мальчиком. Вокруг его тела циркулировало большое количество энергии. Боже мой, Тиф выглядел стойким, закончив молиться. С тех пор, как церковь Эльдад уничтожила все, что у него было, он встал на путь сопротивления. Вот почему он стал разыскиваемым во всем мире богов преступником. К счастью, сила, дарованная ему Лейлином, помогла ему пережить самый тяжелый период его жизни. В результате фальшивый Кукулькан, когда-то выдуманный Лейлином, превратился в его абсолютную веру. Не могу поверить, что я почувствовал вашу силу, когда я вышел, чтобы следить за почитателями дьявола. Мой лорд тела Тифа сжалась в поток теней и направилась к замку Глумвуд. Он был даже быстрее, чем профессионал 15 Гуранга. В то же время, в лагере Агров, рев, рев, воины Агры сражались, размахивая большими боевыми молотами, время от времени используя магию. Жаль, но все их усилия были для паладинов пустым звуком. Поражение нечисти, божественное наказание. Пронзительный священный свет вырвался из меча Лорента и в доли секунды сломал боевой молот Агра, прежде чем отрубить ему голову. С другой стороны, священнослужители, овладевшие божественными заклинаниями от Бога правосудия, тоже убивали шаманов Агров без особых проблем. Как вы смеете видеть в людях пищу? Грехи этого племени Агров непростительны. Лорент провел своим мечом по коже одного из Агров рядом с ним и с отвращением отвернулся. Хлынула кровь. Мерзкие людоеды заслуживают смерти. Агры в лагере впали в хаос. Они были просто муравьями для этих высокоронговых паладинов и священников. Агров пронзительный рык раздался со стороны умирающих Агров, а вслед за ним последовали судорожные вздохи и тишина. Это было тревожно. Удалось ли что-нибудь от них получить? Лорент посмотрел на офицера до знания своей команды, отложив меч, а его руки все еще были испачканы свежей кровью Агров. У них небольшой мозг, и все, что у них есть, предназначено для борьбы и еды. Я старался изо всех сил, но единственной информацией, которую я получил, было то, что их лидер был убит волшебником-человеком, который затем убежал. Офицер выглядел слегка разочарованным, если бы мы могли использовать заклинание извлечения памяти. Но это было бы вторжением в сферу зла. Лорент был недоволен отношением и мышлением офицера, но ему сейчас не хотелось создавать конфликтов. Этого достаточно. По крайней мере, вероятность того, что этим волшебником был Лилин, высока. Вероятно, это племя Агров напало на них первыми, вынудив их ответить, сказал он, кивнув. Так чего же мы ждем? В погоню за ними. Я становлюсь нетерпеливым. Офицер облизнул губы, а его отвратительное и зловещее выражение заставило Лорента отвести взгляд. Он задавался вопросом, как такому, как он удалось проникнуть в следственную группу. Команда продолжила свое путешествие после того, как зачистила лагерь Агров, направившись в замок Глумвуд. Боюсь, я не смогу долго оставаться. В этот момент Лилин менял свою маскировку. Вещи, которые могли бы разоблачить его личность, как кольцо волшебника, например, естественно, должны были быть сняты. Ему пришлось изменить даже свой цвет волос и форму лица. Но, зная о ненависти бога правосудия к дьяволам, если его последователи узнают, что в этом замке есть последователи дьявола, он все равно будет прилагать максимум усилий для моей поимки. Лилин зловеще улыбнулся. Глава 869. Действие Лилин посмотрел на себя в зеркало и остался доволен своей новой внешностью. Первоначально он был похож на европейца мира богов с яркими золотистыми волосами и голубыми глазами. Однако теперь его локоны были окрашены в черный цвет, а глаза стали насыщенного темного цвета, с кроваво-красной склерой. Его новая внешность излучала нескончаемую ауру зла. Не думаю, что теперь найдется хоть кто-нибудь, кто сможет ассоциировать меня с молодым господином семьи Фаулин. Лилин надел на лицо зловещую серебряную маску и скрылся в темноте. Разумеется, одних лишь внешних изменений было недостаточно. Поэтому, когда Лилин появился вновь, его тело, похоже, претерпело еще большую и ужасающую трансформацию. Он выглядел так, словно был окутан тайной, а его тело окружала зловещая энергия чарующей силы законов. Когда вся сияющая энергия слилась с его телом, Лилин стал идеальной копией дьявола, восставшего из ада, и даже аура его души изменилась. Чувство силы и опасности волнами исходило от его тела, и окружающее пространство, казалось, впячивалось внутрь, словно пожираемое кем-то. Это была божественность. Только божественная сила могла осуществить такое. Лилин теперь стал божественным существом, захватившим некоторую власть в области пожирания. Неплохая имитация получилась. Лилин посмотрел на нового себя и одобрительно кивнул. Его постижение закона пожирания уже достигло пика. Только после того, как он приобрел бы божественную силу и божественность Вильзевула, он мог продвинуться, чтобы стать магом семь Гуранга. В мире богов это считалось бы достижением божественности. Его постижение закона не исчезло с реинкарнацией. Хотя было трудно создавать и извлекать божественность из ничего, и... Чип легко мог имитировать ауру и внешний вид божественного существа с силой пожирания. Я определенно не могу вознестись до божества в одной лишь области пожирания. Даже если я попытаюсь это сделать, боюсь, меня отправят прямиком в ад. Даже если я и сам собирался спуститься туда, не могу же я быть сброшенным вот так. В его нынешней форме было и еще одно преимущество. Божественные существа были практически неуязвимы перед сканирующими заклинаниями, и Лилин, потусторонний гость, очевидно, тоже был устойчив. Было бы просто смешно, если бы кто-нибудь попытался получить о нем дополнительную информацию, воспользовавшись скринингом. Шоу начинается. Лилин взглянул на яркую луну, прежде чем его силуэт внезапно размылся и исчез во тьме. Лилин поглотил большую часть источника души и божественности Вильзевула, а также его многотысячелетние воспоминания как дьявола. Все хранилось в его и-чипе, включая методы общения Вильзевула с последователями, его привычки и характер, и даже список епископов и демонов из разных областей основного материального уровня. Последователи Вильзевула не могли спрятаться от Лилина, и поэтому он уже строил свои планы, прогуливаясь по замку. А божествленное воплощение Лилина прибыло к стенам огромного сооружения. Двое охранников преданно выполняли свои обязанности, следя за безопасностью на входе. Даже офицеры службы безопасности. Неудивительно, что они смогли так бесцеремонно принести в кровавую жертву целый город. Лилин сложил руки за спину и поплелся в усадьбу. В тот момент, когда он шагнул внутрь, он не мог не сделать глубокий вдох от нахлынувшей ауры зла. Он явно не смог бы так четко ощутить эти колебания души, если бы не божественность, которой обладало его нынешнее тело. Силы зла продолжали циркулировать вокруг Лилина, делая свечение его имитированной божественности еще ярче. Казалось, будто это превращает его обман в реальность. Око божества. С помощью своих имитированных божественных сил Лилин смог использовать что-то вроде магии, чтобы сделать себя невидимым для строгих мер безопасности. Как только он пробрался внутрь, он последовал своему инстинкту, спустившись в нисходящий проход за садом, который явно был потайным. Зловоние человеческой крови и аура низкоранговых дьяволов, принюхался Лилин, но не стал идти дальше. Кто это? Его движение насторожило ближайшего сторожа, но он сознательно понизил голос, казалось, не желая раздувать это дело. Но горстка потусторонних существ в темноте уже направилась к Лилину, очевидно, намереваясь совершить внезапную атаку. Однако, когда он разглядел этих существ поближе, то не знал, смеяться ему или плакать. Это на них вы полагаетесь? На таких вот жрецов дьявола? Вы издеваетесь? Благодаря своему ночному видению он уже видел, кем был нападавший. Объединением сильно поврежденных человеческих частей тела и голов. Оно было похоже на огромный шар из плоти. Этот низший дьявол был самого низкого ранга, а также он был самым распространенным пушечным мясом на девятом уровне ада. И, чип передал ему характеристики существа. Низший дьявол. Сила. 3. Ловкость. 1. Живучесть. 5. Дух. 0.1. Описание. Это обычное магическое существо, встречающееся в аду, обычно является перевоплощением коварных людей. Его икс соответствует уровню умственно отсталого человека, и его легко контролируют высокоранговые дьяволы. Навыки. 1. Огнестойкость. Едостойкость. 2. Холодостойкость. 3. Кислотная атака. Проваливайте, вы, жалкие муравьи. Холодно сказал Лейлин на языке дьявола фада. Эти бедные дьяволы мгновенно оказались совершенно беззащитными перед Лейлином, который был близок к уровню архидьявола. Они сразу же попали под его контроль. Стражи были в шоке. Кто вы такой? Вам ни к чему это знать. Они не осмелились ответить, даже когда Лейлин пошел дальше. Естественно, они вели себя так потому, что чувствовали внутри него качества, присущие дьяволу. Как только он толкнул дверь, покрытую свежими кровавыми заклятиями, перед Лейлином появилась комната, похожая на обеденный зал. На длинном обеденном столе лежала свежая, дымящаяся плоть, и множество верующих подняли головы, чтобы посмотреть на непрошенного и неожиданного гостя. Они так удивились, что забыли даже стереть остатки крови с губ. Что происходит? Сибар, почему ты позволил постороннему войти? Пухлый дворянин, сидящий в самом центре зала, выглядел недовольным и возмущенным. Кровавый банкет. Разве это не одна из любимых церемоний Вильзевула? Лейлин узнал эту церемонию. Вы, черви, неужто вы все языки проглотили? Голос Лейлина был низким, но мощным, разрываемым величием божественности. Это эта божественная сила нашего господа. Дьявольский священник вскрикнул от удивления, и вся комната внезапно последовала его примеру, став опускаться перед Лейлином на колени. Мой повелитель, вы не связывались со своими последователями и уже 20 лет глаза священника наполнились слезами. Я получил дар нашего господа и стал его избранным и заместителем, чтобы возглавить вас. Возражение? Прямо объявил Лейлин. Притвориться избранным Вильзевула и божественным существом позволило бы Лейлину взять под контроль всех его последователей, а также всю его сеть священников на главном материальном уровне. Это было целью Лейлина. Он стал завидовать тому, что было создано столетними действиями архидьявола. Более того, у него уже была пластина Мандерхаук. Никаких возражений. Священник первым поклялся Лейлину в своей верности, опустившись на колени и поцеловав его ботинки. Постойте, даже если он и заручился благосклонностью нашего господа и обрел божественность, что дает ему право полностью взять нас под контроль, высказалась из толпы королевская особа, почувствовав, что его интересы нарушены. Но вскоре после этого он замолчал. В доли секунды к его горлу прижалось багровое лезвие, и страшная сила пожирания стала высасывать силы из его тела. Многие стали вздыхать, а другие в изумлении вскрикнули. Кинжал дьявольской крови. Еще возражение. Лезвие вернулось к Лейлину, когда тело королевской особы превратилось в пепел. В ответ Лейлин получил уважительные взгляды всех присутствующих в зале. Как последователи Вильзевула, все они, конечно, знали, на что способен кинжал дьявольской крови. Чтобы получить такое ужасающее оружие, нужно было принести в жертву более 10 тысяч людей и высокоранговых священников. Нужно было доказать свою силу, чтобы завершить церемонию жертвоприношения и выжить после этого. А кинжал дьявольской крови в руках Лейлина был отличным тому подтверждением. Великий господин, мы клянемся вам в верности. Скандировали последователи. Очень хорошо. Наш господь в настоящее время тяжело ранен, и ему нужно время, чтобы восстановиться. Моя миссия состоит в том, чтобы действовать от его имени и объединить все церкви главного материального уровня, чтобы восстановить здоровье нашего господа с достаточной верой и последователями, беззаботно сказал Лейлин. Значит, большинство из них уже догадалось, что Вильзевул был ранен, но в этот момент было уже слишком поздно поворачиваться к Лейлину спиной. Теперь я дам первую миссию. К нам направляется группа паладинов, и мне нужна ваша помощь. Теперь, имея божественность, он стал избранным церкви. Иногда он мог даже подавлять авторитет главы церкви. Подтвердив свою личность, Лейлин выдал каждому последователю определенную роль и приказал им задержать этих паладинов. Эти люди были им неровней, но они хорошо разбирались в разных хитростях, чтобы выиграть время, а также в интригах и происках. Глава 870. Ложный бог, кроме того, прекратите совершать масштабные кровавые жертвоприношения. Нет необходимости в какой-либо абструктивной деятельности без моих указаний, особенно в такой, которая может привлечь к нам внимание церквей, снова напомнил Лейлин перед уходом. Конечно, избранный нашего господа. Не задумываясь, ответил дьявольский священник, не имеющий никакой власти, чтобы идти против слов Лейлина. Кроме того, причина, по которой они совершали эти масштабные кровавые жертвоприношения, заключалась в том, чтобы привлечь внимание Вильзевула. Теперь, когда он уже отправил к ним своего заместителя, в этом больше не было необходимости. Заместитель господа, пожалуйста, скажите нам свое имя. Престарелый дьявольский священник набрался храбрости задать вопросом перед самым уходом Лейлина. Мое имя? Лейлин ухмыльнулся под маской. Меня зовут Кукулькан. Сила веры, по сути, исходила из страха и послушания, уважения и восхищения или от силы души. Из этого складывалось божество. Имея своеобразное имя и великую силу, а также прикидываясь избранным Вильзевула, он мог завоевать уважение этих дьяволопоклонников. Он мог даже распространять и укрепить веру Вильзевула, прежде чем все это узурпировать. Однако это была единственная развитая организация Вильзевула, которую Лейлин нашел приемлемой. Когда он построит свою собственную церковь, эти люди станут для него бесполезны. В конце концов, Лейлин не хотел, чтобы его собственная церковь стала местом скопления дьяволопоклонников. Следующим шагом была отмена некоторых кровавых жертвоприношений и дьявольских ритуалов, которые противоречили его основным ценностям. Это было характерно для доброжелательного бога, а также было важным шагом для того, чтобы божественное существо получило широкое одобрение на главном материальном уровне. Господин Кукулькан, мы сделаем все, что вы пожелаете, и подготовим все для восстановления нашего господа. Лейлин пробудился от своих фантазий, глядя на то, как последователи дьявола громко кричат его имя. Особая энергия, сродни силе души, вдруг окутала его тело. Ложная божественная сила пожирания почти вышла из-под контроля и хотела уже проглотить эту энергию, чтобы полностью трансформироваться, но Лейлин воспрепятствовал этому. Сила веры, подумал Лейлин, прежде чем исчезнуть в отдельной комнате, вы слышали приказ господа. Дьявольский священник выпрямился, окинув взглядом всех последователей, особенно акцентируя свой взгляд на дворянах. Потеряв силы, которые даровал ему дьявол, он сумел снова обрести уверенность с приходом этого божественного существа. Быстро выполняйте задание, чтобы мы могли поприветствовать паладинов бога правосудия во всеоружии. Дьяволопоклонники и паладины были извечными врагами. Если бы они встретились, это была бы смертельная битва. Хотя одного паладина и было более чем достаточно, чтобы убить-перебить целый отряд последователей дьявола, стратегия распределения сил и скрытые действия усложнили бы эту задачу. Конечно, несколько дворян зловеще рассмеялись, отбрасывая на стену тени, напоминающие жутких демонов. Не могу поверить, что я должен притворяться, наряжаясь как бог, и играть дьявола дважды в день. Лейлин прибыл за пределы города. Он пристально огляделся. Его внешность могущественного божественного существа была фальшивкой, и сам он был всего лишь волшебником 10-го ранга. Если бы дьяволопоклонники восстали против него сейчас, он не был уверен, что смог бы их усмирить. Однако, поскольку он позаимствовал высшую ауру высокорангового дьявола, он был уверен, что он не проиграет. Тем не менее, притворства божественным существом, наряду с кинжалом дьявольской крови, было достаточно, чтобы напугать этих последователей. Более того, те, кто приносил жертвы дьяволам, уже имели на своих душах оковы. Если они не хотели, чтобы их продолжали мучить даже после смерти, они должны были действовать в соответствии с желаниями Лейлина. По сравнению с этими низкоранговыми последователями, это требует большего внимания. Лейлин слегка вздохнул, и на его ладони возникло небольшое пламение, обретая форму пламенного змея. Маленькое пламя озарило Глумвуд, испуская демоническое чувство. Он здесь. Лейлин быстро собрался. Черная душа бежала к нему так быстро, что он не мог уследить за ней невооруженным глазом. Расширенный барьер. Расширенная защита. Расширенная невидимость. Было воздвигнуто несколько огромных барьеров заклинаний, полностью отделяющих область от внешнего мира. Высокоранговый профессионал? Нет, он даже сильнее, чем Агда и Баруш, почти легенда. Лейлин мысленно оценивал новоприбывшего человека. Тиф. Огромная божественная сила распространилась по всему району, делая Лейлина похожим на бога, когда он призывал Тифа. В то же время аура его первоначальной формы исчезла с его тела. Вы не мой бог, но у вас есть сила. Тиф стоял сейчас перед Лейлином, разительно отличаясь от того, каким Лейлин видел его в последний раз. Волосы на его висках посидели, а его бдительные глаза решительно смотрели на Лейлина. Лейлин почувствовал на себе сразу несколько различных сканирующих заклинаний и, если бы не тот факт, что он был сейчас в своем настоящем теле, и Чип скрывал его способности, ему было бы очень трудно совладать с этим парнем. Сияющая божественная сила вышла из рук Лейлина, когда он смотрел Тифу в глаза. Итак, у тебя все еще есть подозрения? Я бы не посмел. Вы мой милостивый повелитель. Тиф прижал правую руку к груди в знак уважения и поклонился, показывая свое признание личности Лейлина. Таких сильных существ, как он, нелегко было подчинить. Честно говоря, если бы Тиф немного потрудился, он узнал бы, что Лейлин был лишь претенциозным ложным богом. Как только он понял бы это, он смог бы расправиться с Лейлином так же просто, как с мыльным пузырем. Раз вы вызвали меня, чем я могу вам помочь? Тиф все еще выглядел довольно подозрительным ко всей этой ситуации. Наш господь уже победил архидьявола Вильзевула, и я получил приказ захватить все, чем он владел на главном материальном уровне. Он не соврал. Тиф был единственным, кому Лейлин мог доверить, пусть даже он сейчас и выглядел сомневающимся. Даже если мальчик решил бы пойти против него, Лейлин мог использовать силу, которую когда-то оставил Тифу, чтобы сдержать его. Тем не менее, он смог использовать энергию, которую я оставил ему в качестве основы, чтобы обрести магические силы и стать похожим на держателя родословной. Или я должен сказать, наполовину, он так талантлив. Лейлин, казалось, уже видел Тифу насквозь. Вы победили архидьявола, суверенного короля чревоугодия. Голос Тифу невольно дрогнул. Он, очевидно, много раз слышал эти слухи. Верность этих дьяволопоклонников, лишившихся магических способностей, дарованных дьяволом, давно уже пошатнулась. Кое-какая информация дошла и до него. На главном материальном уровне было трудно найти поистине глубоко верующих. Если Лейлин пождал бы еще пару десятилетий, люди Вильзевула попросту исчезли бы. К счастью, этого не произошло. Им-им-им, мне понадобится твоя помощь. Сколько людских ресурсов у тебя есть в королевстве, дам брат? Спросил Лейлин. Тиф, почти достигший ранга легенды, определенно должен был иметь какое-то влияние. Я создал организацию, верующую в нашего господа. Сейчас их насчитывается менее 300 человек, и самый высокий ранг среди них, барон. Тиф стиснул зубы и неохотно ответил Лейлину. Знакомое подавление души было слишком сильным, и у него не было иного выбора, кроме как говорить правду. Организация, поклоняющаяся мне, Лейлин был ошеломлен. Поддерживать небольшую организацию без поддержки божественной силы. У него большой потенциал. Разница между истинными и ложными богами заключалась в том, что истинные боги могли даровать своим священникам божественные заклинания и другие силы. От один год до девять гуранга. С великой силой, разделяющий их плоскости и главный материальный уровень. Наивысшим рангом заклинаний, которыми могли наделить своих последователей могущественные дьяволы или демоны, был пятерий. Все, что выше, требовало кровавых жертвоприношений или преодоления каких-то других похожих ограничений. Этот тип поклонения ложным богам подвергался единодушному подавлению со стороны истинных богов. Полубоги были похожи с ними. Не имея достаточной силы, чтобы наделить своих последователей высокоранговыми заклинаниями, они не получили широкого распространения. Бог Крылатый Змей, Кукулькан, которым Лейлин ранее назвался, был потусторонним полубогом, который все еще находился в глубоком сне. Он не смог наделить своих последователей даже самым простым заклинанием один гуранга. Лейлин испытывал особое уважение к тому факту, что Тиф по-прежнему поддерживал поклонение Кукулькану, да еще и на таком уровне, что смог заманить в свои ряды барона. Хотя он и использовал для этого свои собственные методы, это было довольно удивительно. Но я не могу допустить, чтобы это продолжалось слишком долго. Скоро мне придется дать им надежду, решил Лейлин. Бог, не способный отвечать на молитвы и даровать заклинания, рано или поздно будет устранен, так же, как Вильзевул. Если его первоначальная форма все еще оправляется от травм, мне нет смысла даровать божественные заклинания вместо него. Первоначальной формой Лейлина, в конце концов, был маг из другого мира, близкий к Семьему рангу. А мировая воля мира богов была враждебна к его силе. Не говоря уже о количестве энергии, которой будет потребляться при пересечении оболочки кристаллической сферы. Если бы он использовал свою первоначальную форму для того, чтобы даровать божественные заклинания, он бы быстро разорился и умер. Единственный способ продвинуться, чтобы стать легендой, сконденсировать мою божественную силу. Так у меня появится базовая способность реагировать на своих последователей, Лейлин стиснул зубы. Преданный последователь нашего господа, Тиф. У меня есть для тебя кое-что. Встретимся в столице королевства Домбрат. Глава 871. Жених выслушав заявление Лейлина, Тиф взглянул на него с полной серьезностью. Это напоминало острый взгляд ястреба, пытающегося пробить защиту божественной силы, чтобы увидеть истинную форму Лейлина. Я следую воле моего бога. Тиф исчез в воздухе, и все, что только что произошло, стало казаться иллюзией. Он обладает магическими способностями, похожими на избранного моей исходной формы, к тому же он является высокоронговым рейнджером или вором. Глаза Лейлина сверкнули, когда он направился обратно в замок Глумвуд. Он нисколько не беспокоился о том, что правда о его личности могла просочиться. В конце концов, его божественных сил было достаточно, чтобы держать всех в неведении. Ну, теперь, когда у меня есть Тиф, я могу привести в действие многие из своих планов. Хотя уже было подтверждено, что Лейлин руководит всеми последователями Вильзевула, ему все еще нужен был кто-то, кто мог бы взять на себя операцию и роль командира. Похоже, Тиф как нельзя кстати подходил для этой позиции. Помимо того, что он был достаточно сильным, он обладал хорошими лидерскими качествами. Если бы все пошло гладко, в будущем он хотел сделать Тифа своим первым священником, влить в туземцев силы, а затем позволить им приспосабливаться и перевоплощаться в форму, принятую в мире богов. Это очень хорошая идея, Лейлин глубоко задумался. Поговорив с Тифом пару минут, Лейлин уже многое смог узнать от энергии, излучаемой его телом. Это дало ему общее представление о том, что ему делать, чтобы ввести магов в мир богов. Этот метод принудительного вливания в объект силы может потерпеть неудачу. Мой успех с Тифом был случайностью, и его следует рассматривать как редкий случай. Учитывая его эксперименты в разных мирах, Лейлин был уверен в этом. Таким образом, мне все же придется наблюдать за этим редким экземпляром и проверять, как он будет изменяться при разных обстоятельствах. Лейлин мгновенно нырнул в переулок. Когда он снова появился, он уже снова выглядел как наемник. Ну, я думаю, что только напугаю людей своей божественной формой. Лейлин вздохнул и вернулся в таверну. Я, Рафиния, высокоранговый рыцарь, последователь пути рыцаря, клянусь своей жизнью, что буду бороться со злом. Он еще даже не открыл дверь, но уже мог отчетливо слышать голос юной девушки-рыцаря, от чего у Лейлина немедленно разболелась голова. Что происходит? Он вошел, подозревая что-то неладное, увидев в комнате облаченную в доспехе Рафинию, поднимающую рыцарский меч в клятве. О, боже, Лей, ты, наконец, вернулся. Старый Пым махнул ему рукой и сказал. Эта леди решила сражаться, услышав, что в замке были найдены следы последователей дьявола. Никто не смог переубедить ее. Гера, стоявшая рядом со старым Пымом, беспомощно улыбнулась. Что касается Елани, она не могла больше это слушать и убежала в свою комнату. Разве эти дьяволопоклонники не разгуливают здесь по ночам? Я хочу спасти невинных простолюдинов от рук этих дьяволов. Лей, давай сделаем это вместе. А, речь Рафинии звучала очень праведно, но она, к сожалению, несколько поумнела, поскольку была готова втянуть в это сильного Лейлина. Моя дорогая мисс Лейлин тоже потерял дар речи, посмотри на время. Пожалуйста, иди отдохни. Если говорить серьезно, то зачем ему идти против своих людей? Если бы Рафиния пошла одна, это, скорее всего, закончится тем, что он спасет ее, а не она спасет мир. Иначе ей пришлось бы покаяться в своем выборе из желудков этих фанатиков. Отдохнуть? Народ города страдает от дьявольского разорения, и ты говоришь мне отдохнуть? Рафиния выглядела святой, твердо заявив. Никто из вас меня не остановит. Значит, ты все еще помнишь правила, которые должны соблюдать все рыцари. Сдерживать свои обещания? Лейлин сел и даже имел настроение попросить услуг красного чая и перекусить. В конце концов, он работал всю ночь и хотел отдохнуть. Рыцарская заповедь 54 Я должна соблюдать условия контрактов и выполнять свои обещания и клятвы. Рафиния отлично знала свои обязанности. Хорошо, так что не забывай, что ты все еще работаешь на Геру. Лейлин изящно вытер губы салфеткой. Что, если твой работодатель решит покинуть замок завтра? Верно, Рафиния, завтра я уезжаю в королевство Домбрат. Гера быстро подхватила Лейлина, продолжив разыгрывать спектакль, и смиренно сказала. Ты ведь не оставишь меня и мою сестру, правда? Я. Рафиния застыла. Два рыцарских долга. Защищать справедливость и выполнять свои обещания. Разрывали ее на части. Она выглядела очень противоречивой. Гере удалось поблагодарить Лейлина только после того, как они смогли отправить Рафинию в ее комнату. Это все благодаря тебе, Лей. Если бы не ты, боюсь, Рафиния натворила бы что-то ужасное. Не напоминайте об этом. Я тоже хотел уйти. В конце концов, все, что имеет хоть какой-то контакт с дьяволами, всегда будет проблематичным. Лейлин говорил против своей совести, но получил согласие со стороны Геры и Старого Пыма. Ужасный образ дьяволов уже давно глубоко укоренился в умах простолюдинов. Это было особенно верно для Геры, которая решила отказаться от своих первоначальных планов отдохнуть. По пути было так много городов, где они могли отдохнуть, и им не обязательно было оставаться здесь и натыкаться на дьяволов. Даже если Лейлин не упомянул бы сейчас об этом, Гера уже давно планировала покинуть это место. Тогда, всем спокойной ночи. Мы уезжаем отсюда завтра, как можно скорее. Лейлин поднялся, чтобы пожелать всем спокойной ночи, мысленно улыбнувшись. Из-за его действий, делишки последователей дьявола уже были остановлены. Однако он не должен был упоминать об этом. На следующий день хорошо снабженная команда наемников двинулась в путь. Рафиния сидела на Нике в одиночестве с угрюмым выражением на лице. Гера и другие были достаточно разумны, чтобы не беспокоить ее. Гера, похоже, усвоила урок и больше не нанимала наемников. Она только нашла более приземленного конюха и карету. Казалось, она возложила все свои надежды и безопасность на плечи Лейлина. После того, как мы минуем замок Глумвуд, мы достигнем центральных равнин Королевства Домбрат, которые также являются важнейшей сельскохозяйственной базой. Король собрал там большую часть военных сил, и защищенность этого места в целом велика. Честно говоря, Лейлин считал, что, если бы сестры были достаточно смелыми, им было бы безопасно продолжать свое путешествие лишь с парой слуг. Но они явно были шокированы людоедами и скорее подняли бы комиссию, чем отпустили бы Лейлина. Но иметь возможность нанять высокорангового рыцаря и волшебника 10 горанга за такую цену – это довольно неплохо. У Лейлина не было других мыслей. В настоящее время он не чувствовал давления. В конце концов, каким планом он бы не следовал, этого хватало, чтобы как можно дольше задержать этих паладинов. Дьявола поклонники не могли противостоять паладинам, но они действительно превосходно могли задержать их, не показывая никаких следов своего присутствия. Этого времени было бы достаточно, чтобы Лейлин добрался до королевства Домбрат без хлопот, и даже легко мог начать планировать свой следующий шаг. Таким образом, он пребывал в расслабленном состоянии и даже был в настроении подразнивать рафинью. Разве это не обязанность дьявола – подталкивать невинного и волевого человека в ад? Хотя Лейлин опирался на воспоминания архидьявола, он был не прочь попробовать. Как и ожидалось, все шло так, как и предсказывал Лейлин. С прибытием на центральные равнины, защищенность окрестностей стала намного лучше, и они увидели маленькие деревушки вдоль дороги. Повсюду были дежурные охранники и патрулирующие отряды. Крупные бандитские группировки не смогли бы здесь выжить. Что касается аграф и других опасных монстров, люди короля уже давным-давно их истребили. Единственным исключением, которое повстречалось здесь Лейлино и его группе, были мелкие шайки бандитов в составе менее 20 человек. Даже старый Пым мог справиться с ними, не говоря уже о рафинии. Через несколько дней на горизонте начали появляться очертания огромного города. Мы, наконец, прибыли. Столица Домбрат. Гера отдернула занавески карты, возбужденно глядя в окно. Если бы не Лейлин и остальные, она и ее младшая сестра, возможно, погибли бы по дороге сюда. Королевство Домбрат. Ходят слухи, что первый король вместе со своими последователями убил злого дракона и распределил прибыль между простолюдинами. С тех пор он построил город и превратил его в королевство. Рафиния не могла не показать признаков восхищения, но Лейлин счел это забавным. Истории, которые восхваляли таких королей, не были чем-то необычным, и их единственной целью было заставить их казаться более божественными и праведными. Ну, эти служащие могли говорить все, что им вздумается, но Лейлин не верил ни одному их слову. Убийство злого дракона – это даже не та среда, где могли обитать драконы. Но, очевидно, никто не заботился об этом и не слышал ворчания Лейлина. Даже Елани выглянула из кареты, чтобы оглядеться, с радостью слушая рассказ Рафинии. После того, как они добрались до столицы, Гера привела лошадь в дворянскую область на востоке города и остановилась перед престижным особняком. Мы смогли добраться до столицы в сохранности благодаря вам, ребята. Спасибо вам за то, что защищали меня, мы с моим женихом обязательно отплатим вам. Внезапно заговорила Елани со следами высокомерия на лице. Глава 872 Презрение, а во, жених, Гера, ты на самом деле привезла сюда свою сестру, чтобы выдать замуж? Рафиния тут же закричала, а ее глаза, казалось, были полны звезд. Галантные авантюристы, защищающие прекрасную принцессу, которая приехала в имперскую столицу, чтобы встретить своего принца. Ах, что может быть более романтичным? Им и Лейлин высказали свои поздравления, заставив Елани немного покраснеть, но Лейлин все еще был несколько ошарашен. Он думал, что это путешествие вертелось вокруг Геры, но кто бы мог подумать, что главной причиной на самом деле была Елани, молодая леди, еще даже не достигшая совершеннолетия. К тому же, ее старшая сестра сама выдает ее замуж в королевстве, кажется, нет такой традиции. Что-то случилось с их старейшинами. Лейлин чувствовал, что что-то не так. Видя галдящих у ворот наемников, оба стражника, стоящие у особняка, больше не могли сдерживаться. Что вы здесь делаете? Разве вы не знаете, что это резиденция Виконта? Стражник шагнул вперед. Он был одет в совершенно новый комплект доспехов, вычищенных так скрупулезно, что они, без единой пылинки, сияли на солнце. Он возвышался над Лейлином и его компанией, а его глаза были полны презрения. Репутация наемников в имперском городе была не намного лучше, чем у бандитов и разбойников. Они никогда не были синонимом законопослушных граждан, а дворяне ненавидели связываться с ними. Это было так позорно. Что касается жениха и тому подобного. Стражник измерил взглядом Геру и ее сестру, простенько одетых и, очевидно, предпочел не верить им. Елане потянула за подол юбки своей старшей сестры, а затем повернулась, чтобы посмотреть на свою одежду. Ее семья никогда не была очень обеспеченной, и они столкнулись с огромным несчастьем. После долгого и изнурительного пешего путешествия, даже их лучшая одежда была теперь похожа на лохмотья бедняков. Она и ее сестра теперь выглядели как простодушные деревенские девушки, впервые прибывшие в город. Молодая леди опустила голову, мечтая провалиться сквозь землю. Молодой господин. Гера покраснела, но ей пришлось взять себя в руки и продолжить. Я из города Иман. Одновременно она достала маленький тканевый мешочек, которым она очень дорожила. Открыв его, она достала почетный знак благородной семьи, который был в хорошем состоянии. Возможно, знак отличия возымел должный эффект. Стражник взглянул на Геру, прежде чем взять значок, чтобы сообщить другим, даже если он все еще и сомневался. Лилин и его компания прождали на ветру больше получаса. К тому времени, когда вход в особняк Виконта, наконец, медленно открылся, терпение Рафинии уже было на исходе. Человек, похожий на Дворецкого, вышел к ним навстречу, натянув на лицо профессиональную улыбку. Могу я узнать, кто из вас молодая мисс из семьи Ланта? Гера глубоко вдохнула и вышла вперед, улыбаясь, чтобы понравиться. Я Гера Ланта. Это моя сестра, Елани. Такова была реальность. У них не было выбора. Ей и ее младшей сестре ни на кого было положиться в имперском городе, и они могли только попроситься к жениху Елани, Виконту, если они хотели хорошей жизни. Они не могли произвести на Дворецкого, которому он доверял, плохое впечатление. Уважаемые юные леди, пожалуйста, следуйте за мной. Виконт ждет вас. Поклонился Дворецкий. Еще. Это наемники, которых я наняла. Благодаря им, я смогла благополучно добраться до имперского города. Гера посмотрела на Лилина и остальных, объясняя ситуацию. Наемники. В глазах Дворецкого читалось презрение, и только Рафиния, которая сидела верхом на коне, удостоилась его взгляда. Но Виконт упомянул только двух дам. Гера, идите первыми. Мы просто подождем немного подольше. Лилин улыбнулся. Он встретил презрительный взгляд Дворецкого и мысленно улыбнулся. Это выражение он относится к Гере и ее сестре, как к бедным родственникам, которые постучались к ним, потому что у них закончились деньги. Интересно. Интересно. Лилин великодушно простил Дворецкому его оскорбление, потому что он просто наслаждался спектаклем. Он смотрел на Рафинию, которая вот-вот была готова лопнуть от ярости. Лилину так хотелось смеяться, что его живот начало сводить. Гера с благодарностью посмотрела на него, а затем взяла руку сестры, войдя во двор. Лей, посмотри на них. Это презрение. Волосы Рафинии готовы были встать дыбом, как у разъяренного котенка. Ах, я не могу это терпеть. В худшем случае я уйду, не став ждать оплаты. Тебе не обязательно ждать ее, если ты этого не хочешь, но, пожалуйста, не тащи нас за собой. Язвительные слова Лилина были встречены одобрением старого Пыма. Его глаза стали водянистыми, юная мисс. Вы не можете позволить бедному старому Пыму уйти без зарплаты. Вы не получили свою зарплату. Прибыли от одних ушей Аграф, которую мы получили по пути. Должно быть вполне достаточно, пробормотала Рафиния, но успокоилась. На самом деле у Геры и ее сестры не было много средств. Эти двое объявили, что поднимут комиссию по дороге, но, пройдя половину пути, их группа была ошарашена. Суммы наличных денег, которые у них были, было недостаточно даже для того, чтобы выплатить хотя бы первоначально обещанную зарплату. Кроме того, они не выплатили половину зарплаты кучера и плату за карету в замке Глумвуд. Хотя у Рафинии не было недостатка в деньгах, она не могла заботиться о других. Увидев реакцию Лейлина и старого Пыма, она разозлилась. В любом случае, я не буду требовать свою выручку, поэтому вы, ребята, можете разделить ее между собой. О, Рафиния, вы действительно самая добросердечная дама в мире. Дварф, старый Пым, тут же обрадовался. Даже кучер в сторонке улыбнулся. Он получил более глубокое понимание об этой странной команде наемников, проведя с ними некоторое время. У Рафинии явно не было недостатка в деньгах, как и у этого загадочного Лея. Единственными оставшимися людьми, кто разделил бы между собой деньги, будут он и старый Пым. Люди низшего класса никогда не возражали против того, чтобы получить дополнительную долю, даже если это было всего лишь несколько медных монет. Лязг дверь снова распахнулась. Елани держала за руку молодого дворянина, а Гера и Дворецкий стояли позади них. Этих наемников вы наняли? А во, среди них даже есть Дварф. Я думаю, что более подходящей для него работой был бы цирк. О, верно, вы видели цирк Золотого Карлика? У этого молодого дворянина было бледное лицо и очень темные мешки под глазами, что делало его похожим на человека. Сутки напролет проводящего за вином и женщинами. Он казался очень понурым и проигнорировал Лейлина и компанию, отвернувшись, чтобы пообщаться с герой. Даниэль, Рафиния и Лейлин – чрезвычайно мощные профессионалы. Гера радушно улыбнулась, пытаясь обратить внимание дворянина к Лейлину и остальным, я верю, что они будут вам полезны. Хотя она начала замечать, что Даниэль укрывал злые намерения, Гера все же старалась как можно больше стоять на своем, хотя это и вызвало у Рафинии возмущенный взгляд. Она действительно от всего сердца старалась помочь Лейлину и остальным. У всех штатских профессионалов, за исключением Рафинии, был только один выход – ждать дворянской семьи. Таким образом, если бы они прослужили им много десятилетий, они могли бы получить милость своего хозяина и должность почетного рыцаря или лорда. Благодаря этому они смогли бы получить небольшой земельный надел и наследственный титул. С тех пор они вошли бы в ряды высшего класса. На самом деле, именно так начинал дед Лейлина. Только вот человеком, которым он клялся в своей верности, был король Хэм. Ты права. Виконт Даниэль не мог не сглотнуть, глядя на большую грудь Геры. По сравнению с его невестой, которая была еще молодой девушкой, ее сестра, очевидно, была гораздо более зрелой женщиной. Конечно, было бы идеально, если бы он мог заполучить их обеих. Выслушав мольбы красотки, Даниэль, наконец, неохотно посмотрел на них, как бы оценивая. Вы счастливчики. Я, Виконт Даниэль, готов принять всех вас в качестве своих последователей. На колени. Дайте клятву. А ты. Ты можешь быть моим почетным рыцарем, моим личным. Когда его взгляд упал на Рафинию, глаза Даниэля стали ярче, ненадолго задержавшись на ее стройных бедрах. Его дворецкий, однако, изо всех сил кусал губу, но ничего не сказал. Он хорошо понимал характер своего молодого господина и знал, что он не прислушается ни к единому его совету. Но как он мог так легко пообещать взять их в качестве последователей, особенно когда в их команде были такие экземпляры, как карлик и кучер? Тем не менее, молодой господин пожалеет о своем решении максимум через несколько дней и даст им какую-нибудь работенку в качестве охранников, слуг или чего-то в этом роде. Они, в любом случае, будут довольны. Даже если они будут слугами, люди в особняке Виконта были выше, чем среднестатистические жители. Это было устоявшаяся в мышлении дворецкого теория, что, разве вы не собираетесь поблагодарить Виконта за его милость? Гера взглядом сигнализировала Лейлину и остальным. Она считала, нашла для этих наемников лучший выход. В конце концов, по сравнению с жизнью на грани смерти, что плохого в том, чтобы быть в подчинении у дворянина? Это был неизбежный факт, что, хотя она была остроумна, у нее был жесткий склад ума. Или, возможно, так думали дворяне. Могущественный мастер, я, Паллан, клянусь, что что превзошло ее ожидания, так это то, что ни Рафиния, ни Лейлин, ни даже Старый Пым не сдвинулись ни на дюйм. Только кучер вышел вперед с горящими глазами. Мы очень благодарны за вашу доброту, уважаемый Виконт. К сожалению, у меня нет никаких намерений служить благородной семье. Мы здесь только для того, чтобы получить свою комиссию. Вы все. Гера вспыхнула от гнева. Это был первый раз, когда она чувствовала к Лейлину ненависть. Как он смеет отвергать ее благие намерения? Разве он не знает, что между дворянами и простолюдинами существует огромная разница? Даже Рафиния нахмурилась, не оценив доброты Геры. Теперь, когда она считала себя госпожой особняка Виконта, действия Лейлина мгновенно заставили ее почувствовать, что ее гордость была оскорблена. Глава 873. Имперская столица интересна. Смена статуса и в самом деле привела к таким огромным изменениям в ее менталитете. Лейлин счел важным то, что сестры начали меняться так быстро, несмотря на то, что некоторое время назад имели тот же статус, что и они. Одно лишь изменение статуса смогло заставить этих сестер начать так себя вести. Когда по пути они нуждались в защите Лейлина, они всегда любезно с ним общались. Но теперь, когда они достигли имперской столицы и нашли на кого-то положиться, они провели черту, в мгновение ока отгородившись от него по статусу и социальному классу. Лейлин использовал воспоминания Вильзевула для мгновенного анализа большинства ее мыслей. Отлично. Такая интересная душа станет лучшим кандидатом для развращения и деградации в дьявола. В тщеславное сердце, пока Лейлин размышлял над тем, стоит ли ему развращать ее, полноправный господин Виконт Даниэль, наконец, заговорил. Хэм, если так, забудьте об этом. Дай им денег и заставь немедленно убраться отсюда. Что подумают люди, увить они их. Да, молодой господин дворецкий, стоящий позади Виконта Даниэля, бросил им маленький мешок с монетами. Берите деньги и проваливайте, жадные стервятники. Ты. Рафиняя мгновенно почувствовала, что больше не узнает свою близкую подругу, и внезапно стала подавленной. Пошел она хлопнула своего коня по голове, и Ник тут же зажал, а Лейлин почесал нос и последовал за старым пымом, который взял мешочек с деньгами. Голос Виконта Даниэля был слабо различим, когда они уходили. Почему вы беспокойтесь об этих деревенских простофилях? Гера, Елани, позвольте мне отвезти вас. Отвратительно, безобразно. Почему Гера и Елани оказались такими? Они попали под чары дьявола, который завладел контролем над их сердцами. Девушка-рыцарь наконец закричала, когда они отошли на приличное расстояние. Ладно, все эти дворяне отвратительны. Старый пым все это видел. Только золото никогда не лжет. Рафиняя была ошарашена его подкостью на деньги, и могла только закатать глаза, услышав его слова. Лейлин, с другой стороны, поинтересовался у него. Почему ты просто не поклялся стать его последователем? Он ведь дворянин. Если бы я это сделал, старейшины убили бы меня. Кроме того, как, по-твоему, в человеческой стране присвоят титул дварфу? Подмигнул старый пым, демонстрируя свою врожденную хитрость. Старый пым скорее утопится в роме, чем станет батрачить на благородного и, в итоге, останется ни с чем. Ха-ха. Ты действительно умный дварф. Рафиняя все-таки оставалась молодой леди, и ее удивил его шутливый тон. Лейлин первым предложил разойтись, когда они достигли перекрестка. Если у нас больше нет общих дел, может, нам стоит разделиться? Разделиться? Разве нам не заплатят за миссию в организации наемников? Рафиняя была удивлена, а также почему-то не хотела с ним расставаться. У меня есть другие дела. Лейлин тактично отказался, но даже Рафиняя читала между строк. Он хотел продолжить в одиночку. Как только она это поняла, ей даже захотелось плакать. Тогда куда ты отправишься? Все еще упрямо спрашивала молодая девушка. Я намереваюсь ненадолго задержаться в имперской столице, а затем продолжу свое путешествие. Моя цель еще не ясна. Возможно, я помещу город Сильвермун на севере. До встречи. Лейлин элегантно махнул, уходя. Но Рафиняя и старый пым не знали, что в это время вокруг тела Рафиняя оборачивался темный поток света, как прядь волос, которая исчезла почти мгновенно. Метка дьявола. Я с нетерпением жду того момента, когда твоя душа сойдет со светлого пути в сердце. Лейлин озвучало низкое бормотание дьявола. Было несколько причин, почему он поступил в отношении Рафиняя и остальных правильно. С одной стороны, они были его командой, и то, что он хотел их оберегать, было само собой разумеющимся. Но другая причина состояла в том, чтобы наблюдать за их душами и пытаться их развратить. Лейлин не был мазохистом. Почему он настаивал бы на том, чтобы ждать за воротами особняка Виконта? Он нуждался в этой жалкой сумме денег. Только наблюдая со стороны, он мог уловить самые тонкие колебания души и направить их. Судя по всему, Гера и ее сестра были поглощены тщеславием. С небольшим толчком было бы совершенно нормально, если бы их соблазнил дьявол. Душа Рафинии, с другой стороны, кристально чиста. Как только она будет испорчена, у нее будет такая сила, которая заставит всех других дьяволов пускать слюни. Как только душа человека, вроде Рафинии, будет испорчена, она станет чрезвычайно заманчивой для любого грозного дьявола. Однако Лейлин был уже почти архидьяволом, и ему, естественно, не пришлось прибегать к такому поведению. Он решил лично отправиться в путешествие, чтобы поэкспериментировать с душами обычных людей. Поскольку его основное тело уже отняло у Вильзевула все, что он имел, для него было неизбежно иметь дело с преисподней и другими дьяволами. Даже у самого Лейлина имелось несколько дьявольских характеристик. Души в мире богов отличались от таковых в мире магов, и Лейлину пришлось проверить это на себе. Когда он был во внешних морях, люди его семьи были непригодны для экспериментов. Что касается пиратов, их души даже походили на души дьяволов, сеющих хаос. Только Рафиния и остальные позволили его глазам вспыхнуть. И именно поэтому он оставил на ней метку дьявола, благодаря которой он мог легко отслеживать и контролировать ее в любое время. Все эти вопросы можно отложить в сторону. В этой поездке в имперскую столицу есть еще более важные дела. Первая проблема, которую должен был решить Лейлин, состояла в том, чтобы смыть с себя все подозрения в пиратстве. В противном случае священники и паладины бога правосудия будут преследовать его вечно, как назойливые мухи, от которых невозможно скрыться. Даже если он уничтожит одну группу, следом за ней появится другая. Однако и Лейлин, и дворяне были очень искусны, когда дело доходило до искажения правды и сокрытия злодеяний. Пока это только в теории. Если его величество сделает заявление, этого будет достаточно, чтобы дело закрыли. После подтверждения имени убийцы даже церковь бога правосудия не сможет продолжать вести расследование. Лейлин прекрасно знал, что в настоящее время он не рассматривался в качестве подозреваемого. Даже священники и паладины бога правосудия в лучшем случае могли только искать у него помощи в своем расследовании. Однако, если бы они действительно это сделали, для него бы все было кончено. Какого дворянина не накажут за связи с пиратами? Как только одно из его преступлений будет раскрыто, его имя свяжут с чем-то еще более серьезным. Он даже не надеялся на то, чтобы выйти из церкви живым в конце всего этого. Его единственным выходом было пресечь все это на корню. Церковь распростерла свои руки слишком далеко. Как только король сделает свой окончательный вывод, даже церкви будет сложно свергнуть его. В конце концов, они должны уважать королевскую власть в этом регионе. Связей, которые имеет семья Фаулин, будет недостаточно. Лейлин глубоко задумался. Было бы лучше, если бы член Министерства Его Величества выступил от моего имени, и он должен быть очень важным человеком. Сеть, оставленная Вильзевулом, вероятно, пригодится мне в этом аспекте. Чем выше статус дворянина, тем легче дьяволу развратить его и склонить к сотрудничеству. То же самое произошло и с королем Домбрат, который лично назначил Вильзевула руководителем, прежде чем тот впал в спячку. Это, бесспорно, было формой издевательства над богами. Взглянем-ка. В списке имен руководителей, ответственных за регион Домбрат, за столицу королевства Домбрат отвечает. Лейлин просмотрел информацию, предоставленную Эйчипом. Неожиданная улыбка постепенно подползла к его лицу. Интересно. Дьявол. В памяти Вильзевула, имперская столица Домбрат была, очевидно, главной зоной бедствия, где дьяволы сеяли хаос. Он даже специально подослал туда дьявола для удобства контроля. Несмотря на то, что она подавлялась главным материальным уровнем, она все еще должна была иметь силу высокорангового профессионала. Она даже освоила несколько особых методов сокрытия, чтобы помочь верующим Вильзевула успешно избежать обнаружения церквями. А она умна. Лейлин равнодушно ее оценил. Если бы Лейлин использовал свою истинную силу, чтобы подчинить ее, то исход боя был бы предрешен. К сожалению, справедливости в таких вопросах не было с самого начала. Благодаря воспоминаниям Вильзевула у Лейлина был козырь, который мог мгновенно сделать его заклятым врагом. Но прежде чем я подчиню ее, я встречусь со старым другом. Странная улыбка мелькнула на лице Лейлина. Черт возьми, черт возьми. Все эти отвратительные дворяне положили глаз на мою территорию и совсем забыли о своей дружбе с золотым терновником, торнблассомами. В имперской столице в это время находился старый знакомый Лейлина. Виконт Тим вернулся из императорского дворца в удрученном состоянии. Будучи шпионом, он, к счастью, смог избежать непредвиденных обстоятельств во время пиратской волны и даже захватить часть богатства своей семьи на материк. Вскоре после этого он начал предпринимать активные действия в имперской столице в надежде получить титул маркиза семьи золотых торнблассомов, а также земли на Балтийском архипелаге. Однако реальность оказалась жестокой. Как только старый маркиз скончался, все его первоначальные связи стали недействительными. Эти ненасытные дворяне из имперской столицы начали планировать разделить Балтийский архипелаг. Доходов от океанской торговли было достаточно, чтобы эти дворяне позеленили от зависти. После многочисленных визитов во дворец ради встреч с королем, он понял, что его величество тоже безразличен к его просьбам. Несмотря на то, что мы кровные родственники, ему выгодно сотрудничать с другими. Если кто-нибудь, обладающий реальной властью, не захочет поддержать меня, я не привез с собой много золотых монет, так кого же мне выбрать? Пока Виконт Тим размышлял над этим, к нему вошел слуга, чтобы проинструктироваться. Сэр, один знатный человек просит о встрече с вами. Он показал значок семьи Фаулин. Звон. Изысканная фарфоровая чашка в руке Виконта Тима упала на пол. Фау. Фаулин. Тим взялся за голову. Он все никак меня не отпустит. Для него не было никакой разницы между Лейлином и другими демонами и дьяволами. По иронии судьбы, он был прав. Глава 874. Истинное имя. После долгих раздумий Тим все-таки дал команду. Впусти его. Он встретил Лейлина с торжественным и трагическим выражением на лице и был поражен, увидев перед собой лицо юноши. Вот мы и встретились, Виконт Тим. Это первый раз. Тем не менее, в прошлом мы уже успели совершить много сделок. Я Лейлин. Лейлин Фаулин. Рад знакомству. Убирайтесь, вы все. Тим грубо прогнал своих подчиненных, яростно захлопнув за ними двери, закрыв окна. Лейлин даже был достаточно внимательным, чтобы добавить магический защитный экран. Я уже сделал все, как ты просил. Почему ты здесь? Яростно спросил Тим, но Лейлин все еще мог видеть страх и слабость, скрывающиеся под его жестким и неуступчивым выражением. Не обижайся. Ладно. В конце концов, нам было так приятно работать вместе, не так ли, Виконт Тим? Сказал Лейлин с легкой улыбкой. Ты, чертов бандит, абсолютный дикарь на лице Тима, проступили вены. Не боишься, что я сообщу о тебе королю и церкви? С чего бы мне бояться? Лейлин наигранно рассмеялся, а затем прошептал прямо у уха Тима. В конце концов, старого маркиза убил ты, а не я. Как только эти слова вышли из уст Лейлина, Тим немедленно свернулся калачиком на своем сидении и горько заплакал, как будто ему вырвали позвоночник. Это вы, ребята, вы меня заставили. Никто тебя не заставлял. Если бы ты признался во всем старому маркизу, вы оба смогли бы сбежать еще до прихода пиратов. Ухмыльнулся Лейлин. Кроме того, тебе не нужно заставлять себя выглядеть жалким передо мной. Тебе стоит нанять нового учителя по актерскому мастерству. Холодный взгляд в глазах Лейлина дал Тиму понять, что волшебник видит его насквозь. Если это так, то почему ты пришел и искал меня? Тим достал салфетку, чтобы вытереть слезы с лица. Он мгновенно успокоился, и выражение его лица стало мрачным. Ха-ха. Хорошо. Вот это я понимаю, человек, с которым хочется вести переговоры. Лейлин хлопнул в ладоши. Конечно, как и в прошлый раз. Сделка. Сделка. Говори. Тим не был даже наполовину таким робким, как мгновение назад. Я помогу тебе получить титул и территорию, а ты взамен положишь конец всем подозрениям, касающимся меня. Лейлин был очень прямым. Тим был ключевым человеком в его плане по снятию с него подозрений. В конце концов, если даже его жертва заявит о невиновности Лейлина, разве у кого-нибудь могут остаться сомнения? Положить конец всем подозрениям? Цыка-цыка. Похоже, следственная группа бога правосудия доставила тебе неприятности. Тим сложил руки на груди. Совсем немного, но ты можешь забыть о том, чтобы торговаться. У меня есть много других вариантов, просто они немного более хлопотны. Но у тебя вариантов нет. Единственный в имперской столице человек, который может поддержать тебя в получении дворянского титула, это я. Лейлин выглядел весьма загадочно. Мне нужно увидеть, на что ты способен. Тим не стал соглашаться сразу. В конце концов, главой семьи Фаулин был всего лишь мелкий барон, и Тим не верил, что его влияние может распространиться за пределы внешних морей. Скоро увидишь. Равнодушно улыбнувшись, Лейлин встал, чтобы уйти. Настало время использовать дьявольскую сеть. Лейлин долго блуждал по имперской столице, словно просто прогуливаясь, и, наконец, добрался до развлекательного клуба. Молодой господин, мы еще закрыты неуклюже, сказал швейцар. Лейлин осмотрел окрестности. Это место было очень заметным. Улицы были переполнены развлекательными заведениями имперской столицы. Кругом было много аналогичных зданий, но улицы были довольно пустынными. В конце концов, не каждый дворянин был настолько незанятым, чтобы приходить сюда играть днем. Я знаю. Лейлин протянул швейцару правую руку. В центре его ладони появился причудливый волшебный узор. Колючая роза. Цвет ее лепестков непрерывно менялся с течением времени. Лицо швейцара резко изменилось, когда он увидел этот знак. Следуйте за мной, сказал он, когда его аура изменилась, а вялый взгляд резко просветлел. Бдительно оглядевшись вокруг, он открыл входную дверь и впустил Лейлина. Розовые завесы встречали его повсюду, когда он вошел внутрь. В воздухе стоял сильный аромат духов, а по полу были разбросаны бутылки вина и надушенные носовые платки. Изящные руки и гладкое бедро то и дело выглядывали из дверных проемов. В этом месте царила экзотическая атмосфера. Швейцар привел Лейлина в самый дальний угол клуба в тайную приватный номер. Позвольте мне встретиться с ответственным человеком. Лейлин больше не беспокоился о том, чтобы скрывать свою личность. Его глаза стали кроваво-красными, и он испускал следы ауры дьявола. Да, сэр Швейцар, проводивший церемонии исключительно для последователей дьявола, почтительно отступил. Он даже, казалось, дрожал, отчетливо ощущая ауру мощного дьявола, излучаемую Лейлином. Босс прибыл быстро. Дьявольские колебания, исходящие от этой девушки, заставили Лейлина улыбнуться. О, красивый молодой господин, вы искали меня, сказал расслабленный голос. Затем Лейлин увидел очаровательную леди, вошедшую в приватный номер. Она была одета в темно-красное вечернее платье, обнажающее ее белоснежные плечи. Ее глаза блестели, когда она кокетливо вошла в комнату. С нежным прикосновением ее правой ноги, дверь в комнату медленно закрылась. Когда она закрыла дверь, высокий разрез на ее платье обнажил ее гладкое бедро, а также ее красивые маленькие ножки и ногти на ногах, покрашенные соком нарцисса. Казалось, она под ее роскошной одеждой ничего не была, и все ее тело излучало несравненно соблазнительную ауру. Редкое существо. Это была первая мысль, которая пришла Лейлину на ум. Она была еще более привлекательной, чем эта девушка-лисица, мадам Теллин, с которой он встречался ранее. Она была уже вымершим существом, способным сводить мужчин с ума. Это я. Лейли наглядел ее с ног до головы, не думая о манерах. Ее чистые босые ноги на ковре были особенно привлекательными и кокетливыми. Однако то, что он сказал, заставило ее в доли секунды измениться в лице, как и следовало ожидать от высокоронгового дьявола удовольствий, украшающего постели мужчин. Дьявол удовольствий? Вы шутите, молодой человек? Красивая дама застенчиво прикрыла рот, и даже немного побледнела. Это была естественная реакция, которая должна была быть у нормального человека, услышавшего о дьяволе. Не нужно этого притворства. Поскольку мне известно об этом месте, это означает, что я уже знаю о тебе все, что должен знать, в том числе и твою реальную личность. Легким движением руки Лейлина образовался волшебный барьер. Теневая божественная сила внезапно вырвалась из его тела. Божественная сила господина. Эта поддельная божественная сила заставила привлекательную даму вскрикнуть от удивления. Завеса ее маскировки была пробита, раскрывая ее истинную форму. Любовная улыбка сохранилась на ее лице, но ее зрачки стали бордовыми. Ее фиолетовые волосы были увенчаны изогнутым рогом, характерным для дьяволов, и она выглядела обаятельно и очаровательно. Ее ноги превратились в пару раздвоенных копыт. Слой странных фиолетовых рун появился на ее теле. Они были как татуировки на коже, но у них было странное очарование. Хотя теперь с одного взгляда можно было признать в ней дьявола, она стала даже более привлекательной, чем раньше. Так вы, то божество, что появилось в замке Глумвуд. Кукулькан. Дьявол удовольствий смотрела на Лейлина сдержанно, с явным страхом на ее изменившемся лице. Как священник, отвечающий за все королевство Домбрат, она, конечно, обратила пристальное внимание на появление Лейлина. Прихожане замка Глумвуд не смели ничего от нее скрывать. Если не заботиться о расходах, она могла быстро получать новости со всего королевства. Да, это я. Лейлин держал руки за спиной и казался весьма загадочным. Его божественная сила подавляла дьявола напротив него. Вы здесь, чтобы завлечь меня на свою сторону? Хе-хе. Как жаль, но без приказа господина, я не стану вам подчиняться. Дьявол удовольствия настороженно наблюдала за Лейлином. Как дьявол высокого ранга, она лично виделась с Вильзевулом, и знала, что он было абсолютно невозможным, чтобы он даровал свою божественность другим дьяволам. Я боюсь, что у тебя нет выбора, леди Дилия. Или, возможно, я должен называть тебя. Аделиус Дадакрауменфакеланканина. Лейлин произнес череду сложных и труднопроизносимых слогов. Когда дьявол удовольствия услышала это, она тут же обезумела. Как? Как вы узнали, выражение ее лица резко изменилось. Со взмахом руки, в приватном номере вновь появилась мощная магическая сила, похожая на крупное заклинание удержания. Причиной, по которой леди Дилия была так встревожена, было то, что Лейлин произнес ее истинное имя. Истинное имя, отведенное для дьяволов. Дьяволы высокого уровня имели уникальные истинные имена, и это был их самый большой секрет. Это было почти так же важно, как их жизнь. После того, как имя будет оглашено, даже обычные маги смогут легко заточить их, поработить или начать командовать ими. Как суверенный король чревоугодия, контролирующий ее, было вполне естественно, что Вильзевул знал истинное имя этого дьявола удовольствий, и мог в любое время наложить на нее смертельное заклятие. Это была величайшая форма контроля, которую он имел. Лейлин лишил Вильзевула всего, что он имел, получил из воспоминаний Вильзевула истинные имена всех дьяволов, находящихся под его контролем. Именно на этот козырь он всегда рассчитывал. «Зачем? Хочешь ударить меня?» Лейлин слабо улыбнулся. Руна, изображающая истинное имя Леди Дилея, уже украшала его ладонь. Его ужасающая божественная сила была, как злобный дракон, готовый в любую секунду разнести руну в дребезги. Нет, не надо. Дьявол удовольствия испуганно вскрикнула и преклонила колени. «Я готова подчиняться вашим приказам, господин». Как дьявол она, конечно, дорожила своей жизнью. Что касается верности и моральных принципов, они уже давно пошли на корм собакам. Глава 875. «Стратегия. Хорошо, я не буду лишать тебя твоего положения, но ты должна использовать все ресурсы, которыми ты располагаешь, чтобы помочь мне». Лейлин взглянул на радостную дьяволицу перед собой и равнодушно кивнул. С божественной силой Вильзевула и знанием ее истинного имени, эта девушка согласилась бы, даже если бы Лейлин сказал, что он был реинкарнацией суверенного короля Чревоугодия. Когда ее жизнь была под угрозой, с ней нетрудно было договориться. «Насколько обширны твои связи? Ты можешь повлиять на короля?» Прямо спросил Лейлин. «Господин, я тайно контролирую около тысячи последователей. Двое из них – графы, а пятеро – виконты. Я также могу косвенно повлиять на двух маркизов и герцога». Делия немедленно сообщил ему всю правду. Эти двое полностью игнорировали Вильзевула. Такова печальная участь проигравшего. Только маркиза Луиза может повлиять на короля. Она, его любовница и новейшая победа, дьявол удовольствий кусала губы, выглядя очень соблазнительно. Чтобы выжить и получить более высокий статус, она не имела ничего против того, чтобы использовать свое собственное тело. Поэтому, отойдя от паники, она все еще невольно показывала перед Лейлином свою красоту. Она была очень уверена в себе. Каким бы решительным ни был мужчина, он не смог бы устоять перед ее чарами. Маркиза Луиза Лейлин был поражен. Он не ожидал, что эта дьяволица окажется настолько эффективной, чтобы влиять на высший класс королевства. Леди Делия, наконец, объяснила Лейлину, как ей это удалось. Как и другие дьяволы, она сначала использовала свой дом удовольствий, чтобы привлекать дворян и соблазнять их на грехопадение. Теневые методы позволили ей получить контроль над большим количеством леди и дам из благородных семей. Используя этих дворян, она часто проводила званые ужины для падших, привлекая еще больше знатных людей в свои ряды. Эта сеть была похожа на вирус, который постоянно распространялся. Недавно сама леди Делия лично наставляла Маркизу, мадам Луизу, чтобы та испробовала некоторые запрещенные удовольствия, и успешно захватила ее. Она стала дьяволопоклонницей и даже была отправлена в постель короля. У самой Делии было истинное тело дьявола, и она никак не могла обойти все методы обнаружения и волшебников внутри двора. Однако это не было проблемой для простых людей. Теперь у меня есть контроль над партией благородных дам, и все они – последователи господина. Если они вам понравятся, леди Делия облизнула губы, сделав ему очень привлекательное предложение. Если у меня будет свободное время, я попробую. Когда дело доходило до таких сладких предложений, Лейлин, не колеблись, соглашался. В любом случае, у него тоже были потребности. Хихи, наши услуги определенно удовлетворят вас, господин. Услышав обещание Лейлина, леди Делия, похоже, почувствовала облегчение. По крайней мере, пока она все еще имела ценность, Лейлин не станет избавляться от нее. Все ее тело расслабилось, что сделало ее еще более очаровательной. Поняв масштабность сил, которыми она управляла, Лейлин кивнул и сел на диван. Ты слышала о Виконте Тиме с Балтийского архипелага? О Тиме? Делия бросила взгляд на Лейлина, похоже, пытаясь угадать, какие у них отношения. Я слышала о нем. Раньше он был простородным сыном из семьи Золотого Торнблассома и замышлял завладеть властью и землями Маркиза. Как ты думаешь, каковы его шансы на успех? Лейлин сплел пальцы. Есть много знатных людей, надеющихся завладеть Балтийским архипелагом. Маркиз следил за этим, но племянник короля – совсем другое. Хотя он не преуспел, и на его землю напали пираты, это было проблемой предыдущего Маркиза. Его трагическая история уже принесла ему очки жалости, и я думаю, что в конце он сможет получить то, чего хочет. Я не уверена, какую цену ему придется заплатить взамен, хотя, в конце концов, Делия была дьяволом, а также много лет работала в имперской столице Дамбрат. Она бесчисленное количество раз видела эту борьбу за власть и могла легко догадаться, чем это кончится. Желает ли господин помощь ему? Нет. Отправь несколько наших людей, чтобы связаться с ним, но не давай ему ничего слишком существенного. Я уверен, ты в этом хороша. Лейлин погладил подбородок. Свесить морковку перед глазами осла, чтобы он мог видеть ее, но не мог съесть, и, следовательно, заставить его бороться напрасно. Хе-хе, господин, вы ужасны. Леди Делия широко улыбнулась. По правде говоря, дьяволы были лучшими в использовании преимуществ ради соблазнения людей, неустанно затягивая веревки вокруг их шеи или заставляя их продавать свои души. Хорошо, что ты понимаешь. Сделай это сейчас. Остальное я расскажу тебе позже. Лейлин встал, полностью игнорируя ее поразительную красоту. Собирайся уйти. Господин, разве вы не останетесь? Леди Делия была очень удивлена. Нет, у меня еще есть дела в столице. Я буду приходить, когда у меня будет время. Лейлин всегда четко разграничивал работу и удовольствие. Видя это, Делия могла только смотреть за его удаляющейся спиной. Только после того, как его фигура полностью исчезла, она стала мрачной. Черт побери. Откуда у него сила моего господина, и как он узнал мое истинное имя? Одного лишь взгляда на него достаточно, чтобы понять, что он – бессердечное чудище, которое не будет относиться к своим подчиненным более снисходительно из-за их красоты. Величайшим несчастьем для дьявола удовольствий было попасть под власть такого господина. Однако, так как он знал ее истинное имя, Делия ничего не могла поделать. Проклятие. Черт возьми. Она могла только ненавистно проклинать его. Остальные слуги и танцоры в страхе поглядывали на своего босса. Только они знали, какое насилие и мрак скрыты под ее прекрасным лицом. Поэтому всем им хотелось превратиться в страусов и зарыть свои головы в песок. Увидев это, она стала кричать еще сильнее. «Вы, ничтожные свинья, идите работать. Хотите получить хлыстом?» Спустя несколько дней Лейлин, переодетый в благородную одежду, вышел из церкви богатства. Воспользовавшись трансферными услугами церкви, он получил большое количество золота с острова Фаулин. Из-за падения Балтийского архипелага, доходы его семьи от торговли постепенно увеличивались, что дало Лейлину еще больше средств. Обучение волшебников не могло поддерживаться без денег. Они нуждались в них для своих дорогостоящих экспериментальных материалов и магических книг. Тим тоже сдалась. «Все идет хорошо. Я могу отправиться в столицу империи и потренироваться там некоторое время, так как гильдия волшебников может дать мне доступ к любым материалам ниже, чем у высокоранговых волшебников». С помощью моих связей с наставником Эрнестом, Лейлин посмотрел на далекую башню волшебника, достигающую облаков, и его глаза не могли не блеснуть. Его планы шли очень гладко. Увидев силу Лейлина, Тим легко согласился на сделку. В конце концов, по сравнению с тем, что могли хотеть от него другие дворяне, Лейлину от Тима нужно было только согласие на сделку, и он запрашивал очень низкую цену. Так как Лейлин знал о том, что именно Тим убил старого маркиза, они, в любом случае, не могли пойти разными путями. Таким образом, до тех пор, пока он все еще находился во внешних морях, ему приходилось считаться с Лейлином. Всесторонне изучив его, Тим, естественно, знал, что ему выбрать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok